Батя, я-то начну в таких неудобных условиях. Значит, у меня первая лекция такая, первая половина лекции поговорить, вторая половина про масштабирование, про то, как, значит, даже не про масштабирование, про балансировку нагрузок, про то, как на несколько серверов раскидывается запрос. Вот. Значит, давайте поговорим немножко про масштабирование, да, тут, к сожалению, видно будет все плохо, а даже вот почитать что-то можно. Да, значит, что такое масштабирование, да, то есть что под этим понимают? Способность системы с добавлением туда каких-то элементов держать все больше и большую нагрузку, да, то есть у вас сначала был один пользователь, потом у вас стало два пользователя, стало три пользователя, 20 пользователей, там первая тысяча, десять тысяч, там, первый миллион, да, то есть вам нужно каким-то образом так делать, ваша система, чтобы при добавлении пользователя вы могли ее смасштабировать, чтобы у вас не получилось так, что вы физически уперлись. Проблема, да, масштабирование какая? Вы пишите замечательную программу, да, то есть как вообще все делается в интернете. Вы пишете сайтик, вдруг он выстреливает, вы написали ВКонтакте, вы Павел Дуров, так сказать, у вас там миллион пользователей, да, и вам надо срочно масштабировать. Вы никогда этим в жизни вообще не занимались. Вы писали сайтик на ПХП, маленький такой, небольшой, да, или там Цукерберг. сразу сказать, что это вообще, кто это, что с этим делать, да, в этом месте возникают проблемы. Вот, есть несколько подходов к этому, есть классический такой подход интерпрайза, да, то есть вы пишете обычно на Java, обычно с Oracle, пишете какой-то там, часто вы это пишете еще в каком-нибудь Enterprise, там, Solution, какой-нибудь Enterprise Java Beans, там, или какая-нибудь, я не знаю, Microsoft, Аксапт, еще что-то такое, какие-то там еще фреймворки для написания бизнес-логики, там, век финансовой, это на которой, там, работает какой-нибудь большой бизнес, там, типа Лукойла, вот, и эти системы, они написаны тоже людьми, там тоже все, ну, как бы написано там местами хорошо, местами плохо, они тоже все тормозят, то есть не надо думать, что если там в каком-нибудь Лукойле, там, 10 тысяч сотрудников-то работают с этой системой, она не будет тормозить, она будет тормозить какой-нибудь САП, он сжирает там любые ресурсы, то есть это такой очень-очень медленный 1С, который там без очень-очень дорогого сервера вообще не работает, если там компания, там, больше 10 человек, вот, и как это принято сделать в интерпрайзе, там просто с ростом нагрузки, то есть когда у вас становится не 500 пользователей, а 1000, вы покупаете просто более дорогой сервер, то есть в варианте как раз там разработки, там, на Java и вот такой вот там и баз данных типа Oracle, это покупка следующего холодильника, сановского холодильника, это такой вот сервер, который занимает размером стойку, вот размером с холодильник стоит он полмиллиона долларов, вот, в нем там порядка, там, тысячи процессоров, там, так сказать, полтерабайта оперативной памяти, там, дисковая система, еще один холодильник рядом с дисками такой же, вот, и все это стоит несколько миллионов долларов, вот, и как большой бизнес за такие вещи платят, то есть они действительно масштабируют от ваших программ, которые вы написали там на Java, масштабируют вот таким вот образом, вот, стоит это просто запредельных денег, там, вы уделили на одного пользователя, вот, ну, как бы для бизнеса, так сказать, там, скорость важнее, чтобы все это работало, там, программу переносить и так далее, вот, когда вы делаете сайтики для интернета, то вы не можете платить такие деньги за одного пользователя, когда у вас там тысяча пользователей, а сервер стоит миллион долларов, да, не работает ваша система, то есть вы подначально строите сайтик из там общедоступных компонент, да, кому-нибудь hardware, как там по-английски называется, то есть то, что дешевый там сервер, то есть купили там стоковый со скидкой за тысячу долларов, то есть одно юнитовый сервер, воткнули его в стойку, да, и на нем обслуживаете там, не знаю, 100 тысяч пользователей, да, то есть на какой-то момент все равно, то есть надо понимать, да, что вот мы не можем на одном сервере физически обслужить там 50 миллионов там человек, да, там, население, там, активное население России, ну, как бы не влезет в один сервер, ну, никак, там, если видео смотреть, да, то есть там, ну, не бывает даже таких проводов, в которые можно этот трафик запихнуть, даже если сервер справится, вот, то есть там на заре интернета, когда мы там этим начинали заниматься, то есть вот коллеги рассказывали такую историю, что когда вот трафик Mail.ru случайно, так сказать, воткнуть проводом в один компьютер, то он, то есть у него падает загрузка CPU в ноль, диски тоже не работают, единственное, что у него упирается в 100%, это прерывание от сетевой карты, то есть кроме обработки прерывания от сетевой карты, он больше ничего не делает, то есть как бы процессор уходит в прерывание, и полезный нагрузок не обрабатывает, потому что прерывание занимает все время работы. Сейчас не так, сейчас сетевые карты поменяли, я это рассказывал там на предыдущей лекции, сейчас сетевые карты работают по-другому, эту проблему уже решили, но вот были времена, когда вот даже уже там для достаточно большого проекта, просто вот трафик, который идет на несколько серверов распределен, воткнуть в один сервер, он физически просто уходил в прерывание от сетевой карты. То есть он не в состоянии было такое количество пакетов даже просто прочитать сетевую карту. То есть пределы физические, оборудование, они есть, они не очень большие. То есть есть просто какие-то физические пределы, типа скорость света, когда мы там не можем что-то больше запихнуть в одно оптоволокно, ну то есть и так далее. Лимиты всегда есть, и когда мы говорим про миллионную аудиторию, никак мы в одну железку не можем все это запихнуть. И встает задача, как нашу программу разнести на несколько машин. То есть те методы, которые изучаются, вообще, ну как подходы к разработке, которые изучаются там в институте, там, ну какой-то такой академическом подходе, это, собственно, обычно, как правило, то есть всякие транзакции в базе данных и прочее, это все рассчитано на то, что вы это все делаете там более-менее там локально в пределах, ну там, в пределах одного истинца, одной базы данных, там, какого-то одного сервера, одного приложения. Вот, и как правило, никто не говорит, как надо писать программу распределенную. То есть да, там есть в Java возможность там удаленного вызова процедур, когда вы объект передаете на другой сервер, он там вместе со своими методами данными уезжает, там исполняется, потом приезжается обратно, да, но в целом как бы вот все равно это, ну изначально поднимаешь работу на одном сервере, потом как-то там удаленно, ну то есть можно небольшие кусочки выносить, но как бы это нигде так вот не рассматривается, как эту архитектуру делать. Ну там как бы программно-сипроиспутствие там вообще никаких встроенных вещей для этого нет. То есть единственная там вещь, которую изучают, да, в институтах, это то, что используется при программировании суперкомпьютеров, то есть всевозможные MPI, когда там процедура вызывается на другом сервере, да, когда у вас баз данных, вряд ли вы через MPI будете там делать селект на удаленной машине, то есть ну так не получается. То есть они не для этого предназначены, что MPI там предназначен для расправления нагрузки, там когда такие вычислительные задачи, которые там можно, они едят только процессор, и их можно аккуратненько раскинуть там на несколько машин. То есть вот прям штатных фрейборков для того, чтобы там сделать полноценное масштабирование, там раскинуть систему на неграничное количество машин, как бы не бывает. То есть бывает только, это все делается уже на уровне архитектуры. То есть мы так проектируем свою систему, что делаем ее, ну ее масштабируем. То есть делаем так, чтобы можно было поставить не один фронтенд, а несколько. То есть не делаем такой единой точки, от которой нельзя там разнести на две машины. То есть условно говоря, я там про это дальше буду рассказывать, но для классического проекта, типа почты или еще. Самое главное, так сказать, неразделимый ресурс — это таблицы пользователей. То есть у нас есть табличка user, в которой есть логин, пароль. Ну там хэш, конечно же, от пароля, не в плейн-тексте пароль. И эту табличку, в нее, соответственно, идут чтения. Чтение можно разнести, я про это буду дальше рассказывать. Апдейты по ней разнести проблематично. То есть у вас одна табличка, которая должна, ну как бы список всех пользователей, по которой у вас уникальный ключ. Вам проблематично разнести уникальный ключ на несколько машин. То есть там есть сложные алгоритмы, типа распределенного хэша и так далее. Но в целом, вот так вот про то решение, то есть в том мире, то есть обычных баз данных, к которым мы привыкли, есть вещи, типа там какой-нибудь таблички, которую нельзя ее разнести на несколько машин, она так не работает. Потому что вам нужен сквозной индекс. Вы должны по индексу найти и проверить записи на уникальность. У вас одна точка, в которой вы вынуждены находиться всегда. Чем меньше ваша интегра таких точек, тем ваша система более масштабируема. Ну в идеале их быть не должно, но тут как бы возникает следующая проблема. Есть такая замечательная теория, Paxos-теорем, которая определяет теоретически возможное соотношение между консистентностью, скоростью и… Ох, забыл. Что там еще? Вот. В общем, как бы сделать распределенную надежную базу данных и быструю нельзя. То есть выбирать можно два из трех, ну как в классическом анекдоте. То есть не существует серебряной пули, что вот вы сделали базу данных, которая масштабируется на неограниченное количество хостов, быстро работает и там находится на разных континентах. Вообще не бывает, потому что у вас задержка между континентами. То есть как бы в сумме вы можете выбирать два из трех. То есть даже там предсловище вы делаете идеальную архитектуру. То есть это как бы там теоретически верхний предел теплового двигателя. То есть выше ее не прыгнете, потому что это теоретический предел. А дальше вы можете сделать только хуже. Ну то есть все эти проблемы решают по-разному. То есть угла там они делают хитовым образом, что они там поднимают целыми дата-центрами какие-то куски системы и так далее. Ну то есть проблема в том, что единой точки какой-то вы не можете разнести как-то вот, не меняя систему так, что она будет работать маленькими независимыми кусочками, вы не сможете. То есть у вас в любом случае вам нужно будет выделять куски, которые будут работать более-менее автономно, и потом их как-то хитро связывать, чтобы не было узких мест. То есть понятие узкого места, да, батлнет в английском, я думаю, все знают. То есть это вот то место, когда вы повышаете нагрузку, в какой-то момент у вас вот где-то через какое-то место все не проходит. Там какая-нибудь развязка транспортная, через которую машины не приведет, как на светофор, где все-все-все в итоге упирается, там начинает накапливаться очередь, и у вас там заявки отваливаются. То есть я надеюсь, что система массового обслуживания многие здесь знакомы? Никого нет? Не было курса такого? Ну рекомендую почитать там хотя бы вводную. Вот. Да, теория массового обслуживания, да. Как раз там вот это, вот проект, там, собственно, теория массового обслуживания отвечает на вопрос, как правильно выбрать количество телефонных линий между городами. Потому что, ну, заявки приходят стахастически, да, и есть шансы, что у вас кто-то придет, пытается позвонить по межгороду, а ему скажут, что линия занята, у нас все линии заняты между городами, да, а тянуть многожильный кабель достаточно дорого. То есть если вы положите не 10 проводов, а 100 проводов, да, вы там заплатите, ну, там, в 5 раз больше. Ну, достаточно дорого. И вот, собственно, теория массового обслуживания, это там такая вероятность на теорию, которая позволяет вам посчитать, зная закон о поступлении заявок, посчитать среднестатистическую длину очереди. То есть вы можете понять, какие у вас средние очереди, ну, это, собственно говоря, системы, которые используются в Макдональдс, там, еще где-то, да, то есть чтобы понимать, сколько поставить турникет, сколько кассиров в магазине, то есть чтобы понимать, сколько вам нужен элементов инфраструктуры, да, то есть вы издаете качество обслуживания, что человек должен там на кассе ждать не больше 15 минут, иначе он там разворачивается и ничего не покупает, да. То есть, конечно, у вас будут периодически всплески, то полчаса стоит, человек в очереди, то там вообще никого нет, да, то есть будут всплески, но как бы статистически какие-то можно более-менее подобрать оптимально. Есть теории, которые позволяют это оптимизировать. Вот, это вот, ну, они там, теории массового обслуживания появились, собственно, в появлении вот таких вот систем, когда там массовых, когда много людей, так сказать, там, или каких-то этих заявок, то есть когда надо обслуживать большой поток заявок, как-то этим управлять по качественному обслуживанию. Вот, в интернете почти все то же самое, только у вас там заявки там не исчисляются не десятками, там, ну, и тысячами, а там миллионами, и, соответственно, тут немножко все по-другому. То есть, как только у вас там где-то возникло узкое место, миллион заявок упирается в бутылочное горлышко, и сразу все встает колом, то есть ваша база данных там очень быстро перестает работать в этот момент. Вот, в общем, ознакомиться стоит. Там она немножко специфика, то есть там как бы практически там применения, они в основном всякие к телефону и прочее, то есть они вот к интернету так в чистом виде не применим, но общий принцип, он полезен. В частности, там используется имитационное моделирование как раз для того, чтобы понимать длину очереди статистически. То есть, в принципе, любой из вас может написать небольшую программку имитационного моделирования, ну, там, задать элемент системы, что там вот там человечек бежит сюда, так сказать, он там в среднем, так сказать, его там прием заявки нанимает там от 1 до 5 минут, да, ну, посчитать просто статистику статистически, сколько люди ждали в очереди, ну, прогнав, так сказать, какое-то количество пользователей через систему, да, то есть там такой типовый вариант. Вот. Матрете, конечно, никто таким не занимается, то есть никто не делает эмулятор своей системы, то есть все ножевых пользователей экспериментируют, вот, ну, и какой-то опыт используют, да, то есть. Но, как бы, теория, если вы там строите какую-то такую большую дорогую систему, то, в принципе, это можно даже прогонять имитационную моделирование, просто смотреть, как статистически будут вести заявки к системе, то есть вы когда там, ну, то есть вы не будете, конечно, там делать сложную операцию обработки, вы просто считаете время, сколько она там занимает, и смотрите статистику, как заявки по системе гуляют. На каком-то ирланге, которым все передавали на передаче сообщений, что-то такое написать совсем тривиально. То есть там главные статистики посчитать по очередям, то есть время ожидания, там, и так далее. Вот на узлах, чтобы посмотреть, где будут узкие места в вашей системе, соответственно, увеличить количество там элементов, вот. Про что-то подобное я буду говорить в отношении интернета, да, то есть если мы, как бы, берем какой-то наш вот такой вот сервер, там, на котором Павел Дуров запускал свой ВКонтакте, да, то, ну, как бы, у нас один сервер, в какой-то момент у нас растет-растет нагрузка, и мы упираемся в какое-то узкое место на этом сервере, да, то есть это может быть база данных, то есть если сайт на каждый хит грузит страничку из база данных, да, то, как бы, база данных, скорее всего, закончится быстрее, чем какой-то веб-сервер. Ну, потому что, там, как бы, работа на дело сильно больше. Веб-сервер, он достаточно тупой, как вы, ну, когда начали писать домашние задания, в общем, поняли, что веб-сервер, это, в общем, ну, там, как бы, кроме всяких разных особенностей протоколов, там, ну, как бы, такое вот, чего-то сложного такого, чтобы ел ресурс, там, в общем, нет. Да, то есть, ну, там, это вот, он может работать практически на физических возможностях железа. То есть мы там можем отдавать, вот, 4 гигабита точно можем отдавать одним NGINX файлов, если, ну, если мы не упираемся в русский диск, то вот 4 гигабита можно спокойно отдавать видео в интернет спокойно с машинкой. Можем и 10, вот, если машинка там помощнее. То есть мы, например, такие вещи уже не упираемся. То есть веб-сервер может выдавать столько, сколько хотите, если у него нормальная архитектура, если он как бы правильно настроен и прочее. С этим сейчас проблем нет, да, баз данных упрется скорее. Вот, ну, опять-таки, если вы вдруг у вас там не, не, там, не NGINX, ну, там, если у вас какой-нибудь Apache, например, там, статику отдает, да, то вы, в принципе, и в Apache можете убереться. То есть тут зависит уже от того, ну, как бы, если вы там совсем неправильные компоненты используете. Вот, ну, там дальше, собственно, у вас выперлись в баз данных, ваша задача, там, раскинуть одну баз данных на несколько машин, вот, и вы должны уже придумать архитектуру, то есть менять структуру баз данных так, чтобы она там жила у вас на нескольких машинах, да, то есть там есть там всякие методы, типа partitioning, там, sharding, вот, про них я там более подробно буду на следующих лекциях говорить, да, но общий принцип такой, что вот вы выбираете какое-то узкое место, вам нужно это место масштабировать, как-то разнести, чтобы оно у вас перестало тормозить и, как бы, у вас какой-то запас появляется. Дальше вы опять, собственно, там, не знаю, установите баз данных на отдельный сервер, да, то есть у вас, словно говоря, там, было, там, 50 на 50 нагрузки занимало одна, что-то другое и баз данных. Вы баз данных вынесете на отдельный сервер, да, у вас теперь две машины, вы можете продолжать жить, сказать, там, потом приходят еще пользователи, вы должны еще что-то как-то менять в системе, но постоянно у вас будет какое-то узкое место, как бы, в идеале вы, конечно, должны, ну, предугадывать, где вы, ну, то есть, как бы, там, из опыта, из каких-то общих соображений из того, что вы там наблюдаете за системой, за характеристиками, должны понимать, где будет следующее узкое место, и когда вы к нему будете подходить близко, вы должны своевременно его устранять, да, что пользователи не страдали, потому что, когда у вас сайт не работает, а вы там только отправляете заявку на покупку сервера, то, в общем, как бы, ваш проект уже все. Ну, то есть, как бы, когда, то есть Там, по-моему, у Цукерберга было в этом фильм «Социальная сеть», что если ваш сайт не работает хотя бы час, то все, больше никогда уже никто на вас ходить не будет. На смысле, что расти вы уже перестанете. Как бы вот как стартап, когда вы растете, так сказать, ловинообразно, если вдруг на этом росте таком безудержным будут такие пики, когда сайт по несколько часов недоступен, то как-то это рост съедает очень сильно. И, в общем, если тот, кто так не падает, параллельный стартап будет значительно более успешный. То есть это очень важный момент. Ну, то есть когда там сервис более-менее известный, и он как бы очень, ну, там, нужен пользователям, это уже, наверное, не так страшно, но хотя тоже считается, что очень плохо. То есть там одноклассники долгое время раскладывались с даунтаймом, то есть они ночью отпускали сервис минут на 30, выкладывая новую версию Java, потому что она там на Java, она так не умеет нормально. Там, когда в кашах лежат объекты, если вы меняете класс, вам нужно сбрасывать каши с установки всей системы. Ну, Enterprise. Там товарищи с Windows'а как бы приходили на Java, писали, там, их MS SQL-ные базы, да. Вот. И они вот, поскольку вот они такие вот из мира Windows, да, то они как бы, у них нормально, что базу можно потушить, сделать с нее ночной снапшот и включить обратно, да. А как бы оказалось, что это мир интернета, и они вот там год, по-моему, потратили на то, что они начали раскладываться без даунтаймов. То есть это как бы, ну, такие структурные вещи, да, то есть люди начали заложили в архитектуру, ну, потому что никто не думал, как бы занимались они там вот, ну, никогда не занимались интернет-проектами, и вот так случайно их проект выстрелил, да. Ну, как бы эти проблемы приходится решать, потому что ВКонтакте не ложится, наклассники ложатся, да, так сказать, и как бы тут ты там ночью не можешь целый час войти в наклассник. Ты идешь ВКонтакте, они, так сказать, не лежат ночью. Ну, как бы вот так вот, да, так вот проекты теряют популярность. Ну, или они достаточно быстро растут. Соответственно, да, ну, масштабируемость можно там оценить, как сколько вы должны затратить ресурсов, чтобы там увеличить производительность системы, да. То есть, ну, там идеальная масштабируемость там линейная, это когда вы добавили 10% ресурсов, у вас на 10% выросла производительность, да. То есть, в случае с сантовскими холодильниками, вы добавили там, не знаю, там 10% ресурсов, там, тысячу процентов ресурсов в деньгах, да, а получили 10%, там, 50% прироста производительности, да. То есть, ну, вот эта масштабируемость нелинейная. Вы просто очень быстро, ваш интернет-бизнес прогорит, да. Из хороших примеров, да, есть фирма Google, которая прибыльно работает на поисковом трафике. Есть фирма Microsoft, которому онлайн-дивижн приносит 8, по-моему, 5 миллиардов убытков в год долларов, да. То есть, как бы вот если люди приходят вот с этим вот интерпрайзом, пытаются делать интернет, у них получается дико дорого. Вот, когда там Microsoft пытается делать интернет, да, у них даже поиск там более-менее работает, да, то есть у него там доля только маленькая, но стоит он дорого, он не отбивается по деньгам, потому что он очень-очень дорогой, слишком все это сделано как бы правильно. Вот, интернет делается на дешевом железе, на очень, как бы экономится на всем и делает все максимально просто. То есть, там вот я дальше буду рассказывать про транзакции, например, да, то есть, например, никто, ни одни нормальные интернет-проекты, крупные, умеют, твердой памяти, не используют транзакции. То есть, делается просто такая структура баз данных, когда база может быть немножко неконсистентная, но она там вычищается потом фоновыми скриптами, еще что-то такое. То есть, вы просто, ну, там делаете не одну операцию в транзакции, делать некто последствия с операцией, так, чтобы она застанет в прежуточном статусе, чтобы это был понятный статус, что произошло все либо обратно, либо в другую сторону, уже в врачном режиме. То есть, так, что вот эти вот классические механизмы транзакции, мы лочим квитатское количество строк в непонятных таблицах, все это накатываем, а если что, откатываем, это вот когда вы идете, так сказать, с десятками тысяч запросов в секунду на базу данных, это все не работает. Оно там, вот если у вас эта транзакция где-то что-то зацепила, и там как на снежный клон начали одни-другие транзакции накладываться, оно там все, вы просто там гейм памяти у вас кончатся оперативно на сервере, и база упадет просто-напросто в секфолк какой-нибудь. Вот. Соответственно, да, вот эти два подхода, которые мы обсудили. Все достаточно просто, да. Есть, называется это, как правило, ну, то есть, как вертикальное и горизонтальное масштабирование. Вот. Вертикальное масштабирование мы увеличиваем мощность текущего железа, горизонтальное масштабирование добавляем как бы-то еще такого же. Да, то есть, ну, в принципе, я могу почитать. Ну, собственно, классический вариант вертикального масштабирования, там, даваясь процессора в памяти дисков, вот. Если ваш серверок уже достаточно старый, там, куплен три года назад, вы просто покупаете новый за те же деньги, он будет в два раза мощнее, вот. Если, ну, вот дальше, так сказать, если вы покупаете, там, сервер уже не средний ценового диапазона, там, а топовый ценовый диапазон становится сильно, ну, то есть, на процент увеличения мощности он становится значительно дороже. То есть, да, тоже, ну, в рамках такого более-менее коммунити-хардвера может купить помощнее сервер, но он там будет стоить дороже. То есть, условно говоря, у вас, там, 4-гигабайт, ну, там, 8-гигабайтные плашки и 4-гигабайтные плашки оперативной памяти стоят, там, один, ну, то есть, практически гигабайт вам стоит по одинаковой стоимости, а когда вы хотите купить 16-гигабайтные плашки, они уже начинают стоить, там, там, примерно 50% дороже. То есть, когда вы покупаете, там, максимальную вместимость, максимальную скорость железа, оно начинает, ну, как бы, оно, там, начинает геометрически, на какой-то момент у вас линейный рост, ну, там, дешевое, так сказать, железо дальше, оно начинает идти геометрически. Вот, то есть, как бы, когда-то у вас это прямо единственная точка, которую вы прямо сейчас переписать не можете, вам нужно, чтобы ваш сервер спрошел работать, вы, конечно, там заплатите любые деньги, что он наработал, да, но лучше, конечно, этого не допускать и все, так сказать, по мере возможности, если, как бы, экономить на железе и чтобы все это, там, не становилось запредельным. Ну, соответственно, то, что соотношение производительности на вложенные деньги стремительно падает, так сказать, с ростом уровня железа. И самое главное, что все равно рано или поздно наступит момент, когда не хватит. То есть вы не сможете купить более мощный сервер, чтобы решить проблему с производительностью. Ну, просто как бы не бывает таких серверов, не сделали их в счет. Они появятся через два года, но вас, так сказать, не спасет. Горизонтальное масштабирование. Все понятно, да, то есть, ну, как раз ничего не понятно, наоборот, что все сложно, и надо думать, как это делать. Ну, собственно, пытаемся разнести каким-то образом нагрузку на несколько серверов. Вот каким, собственно, в этом и есть все ноу-хау, как живут интернет-проекты, и как им удается там с парком несколько тысяч серверов не запутаться в этом всем и продолжать обслуживать пользователей с достаточно хорошим качеством. Как бы там местами достаточно удивительно. Ну, то есть, там, если брать сравнение с тем же самым банковским сектором, да, когда какой-нибудь Сбербанк, например, на сутки вдруг у него перестают работать карточки, да, и так далее. То есть интернет-бизнес вот так, чтобы день не работал, ну, это прям редкий случай. То есть, например, даже там с теми банками встречается чаще, чем с интернетом. Вот хотя там и интерпрайз, и все это там 10 раз перепроверяется, там, и тестирование, и все. Вот. Интернет почему-то все очень достаточно хорошо, ну, как бы, по крайней мере, для пользователей. Так, что вот сервис не был доступен совсем, работает все хорошо. То есть, конечно, люди, которые с этим работают, они видят проблемы каждой деятельности. Они там, в общем, очень часто работают в режиме пожарных, когда потушили в одном какую-то проблему, если в другом побежали тушить, но в среднем для пользователей, как бы, это не особо заметно, потому что там каждый раз страдает не очень большая доля пользователей. Вот. Ну, и зависит, конечно, от организации процесса, от того, насколько, как бы, там, система там в активном росте и так далее. Вот. Ну, основная проблема с горизонтально масштабированием, то есть, это требует изменения архитектурной в системе. То есть, если вдруг эту программу, которую вам нужно масштабировать, написал кто-то другой, ее никто не знает, она как-то работает, то вам очень тяжело будет ее горизонтально масштабировать, потому что вам надо будет ее разобраться, как она работает, переписать заново, аккуратно, так сказать, не наступить, так сказать, перенеся те же самые баги, которые были допущены в той программе, потому что, попытавшись починить эти баги, вы, скорее всего, возможно, порушите еще какие-то фичи случайно. Вот. И это будет, в общем, достаточно интригиально. То есть, при том, что, как бы, если там был не очень хороший дизайн, то, ну, как бы, в том же дизайне вам еще и не удастся это все и реализовать. То есть, ну, как бы, если тот дизайн так завязан в весь узел, что его невозможно разбить на компоненты, разнести по машинам, да, то, как бы, у вас будут большие проблемы, то есть вам придется это как-то еще в процессе одновременно с переносом данных на новую систему еще параллельно менять логику работы и так далее. Это очень-очень сложный процесс, лучше это все делать, ну, как бы, изначально, ну, это все учитывать изначально, да. Ну, собственно говоря, да, пример с анагласниками, когда было принято решение, что мы храним в кэше объект Java объекта целиком, да, и не можем после этого выкатить новую версию кода, да, оно, как бы, ну, его крайне тяжело потом починить. Ну, потому что это, наверное, все накладывают, то есть это базовый, там, механизм передачи данных, и вы на работающей системе поменять его не так-то просто, то есть, ну, очень непросто. Ну, безусловно, в этом случае очень-очень тяжело такие программы писать, очень тяжело поддерживать, да, то есть, ну, объективно разобраться, где что как лежит, как оно между собой взаимодействует, что будет, когда какой-то сервер там начнет или тормозить, или выключиться, или там сгорит у него русский диск, да, то есть как поведет ваша система при этом, да, тоже очень-очень большой вопрос, вот, насколько вы как бы вообще с этим справитесь, не запутаете, и это не начнет там просто как-то еще там нарастать, вот. Ну, и на больших системах, да, когда вы там покупаете сервера десятками тысяч, конечно же, вы можете на этом сильно сэкономить, то есть покупая сам, ну, то есть, например, не покупая RAID-контроллеры дорогие с батарейкой, да, покупая просто жесткие диски, копируя данные на два сервера, если один сервер сгорает, вы просто-напросто, там, копируете с двух других серверов на третий эту информацию, и все у вас продолжает работать, пользователи работают. Значит, про вот то, как устроить горизонтальное масштабирование мы будем говорить на следующей лекции, кажется. Я когда буду рассказывать про базы данных, я расскажу, ну, на классическом примере, да, то есть, в принципе, большинство интернет-проектов — это фронтенд на каком-то языке программирования, как правило, скриптовом, да, баз данных, которые хранятся данные классические, как-нибудь, там, Oracle, MSSQL, там, MySQL, Postgres, там, кому что нравится, то, что в институте изучал, на том, как бы, и делают, как правило, вот. Ну, и, как бы, первые, ну, обычно все упираются сначала в базу, поэтому, как правило, масштабируют базу, код, он, как бы, в принципе, более-менее задавливается железом, то есть, вот, фронтенды, перлячку, там, какой-то питон — это все, ну, есть там прям совсем не ужасно написано, если никто не использует какой-нибудь OP красивый, так сказать, там, ORM, еще что-то такое, то оно более-менее, ну, там, задавливается железом, то есть, у вас, конечно, там будет не 20 фронтендов, например, на Node.js, там, или какого-нибудь Nginx.lu, ну, будет, там, у вас, там, 200 фронтендов на Perlin, например, ну, в принципе, и фиг бы с ним, это, в общем, не такие большие деньги, там, пересчете на 20 миллионов пользователей, да, вот, в принципе, фронтенды более-менее, ну, то есть, если фронтенд стейтлесс, он сам у себя ничего не хранит, он только является бизнес-логикой по работе с базой данных, да, то его можно, ну, как бы, логично, один фронтенд отличимый от другого, у него внутри локально ничего нет, то есть, он уходит в базу данных, а дает ответ пользователям, потому что мы поставим не один фронтенд, а два, а три, а четыре, вот так, в линейку, в общем, как бы, никакой проблемы не будет, то есть, они все, ну, как, вописно, воркеры Apache, да, то есть, тоже их там 20 штук, они ничем друг от друга не отличаются, то есть, у вас уже, как бы, изначально в архитектуре Apache заложена масштабируемость, то есть, вы в Apache уже пишете программу, которая работает больше, чем на одном воркере Apache, и она, ну, собственно говоря, у вас есть 20 воркеров, вы там добавили память в сервер, поставили настройку Apache, что у вас теперь 40 воркеров на сервере, да, то есть, вы уже масштабируете, у вас уже, как бы, Apache уже предназначена для масштабирования, единственное, что в какой-то момент вы уберете просто в размер сервера, что вы больше туда воркеров Apache поставить не сможете, ну, и констант вам в Apache придется поменять, которая задает максимальное количество воркеров 256, она там в Apache 1.3 завершита константой Define, просто вы можете поставить 1024, у вас будет 1024 воркеров, да, на помолчание 256, придется в сердце перекомпилировать, вот, например. Ну, в целом, как бы, фронтенд, это самое простое место, которое можно масштабировать, про него мы сейчас поговорим, да, про базу данных я буду говорить дальше, вот, про бизнес-логику это вообще сложно, то есть, я вот не могу придумать, как-то на лекции рассказать, так, чтобы это было понятно, потому что это очень-очень специфично под каждое приложение, то есть, уже, когда есть, ну, то есть, когда приложение создается с нуля, его, как правило, создают люди просто в предыдущем опыте, то есть, они уже что-то такое делали, делают так же, ну, чтобы не ошибиться, потому что так вот балды делать это тяжело, вот, а когда уже что-то есть, то все равно делается уже на основе предыдущего опыта, универсального способа написания программы, конечно же, не бывает. То есть каждая программа уникальна. А, соответственно, балансировка нагрузки. Соответственно, когда у нас, ну, то есть мы, допустим, у нас одна база данных, в баз данных мы не упираемся, ну, или там с баз данных мы делаем что-то другое, или баз данных у нас нет вообще, например. То есть у нас, например, не знаю, там фронтенды, которые отдают статику. То есть у нас, не знаю, там какие-то фишки net, вы там сгенерили эти картинки все на диск просто в виде статических файликов, на фронтенды раскидывать таким бесхитерственным rsync, там в 12 часов ночи файлик, и ваша задача с этих фронтендов отдавать много-много хитов. Да, то есть, ну, то есть схему там раздачи контента на фронтенд мы опускаем, их там может быть достаточно много, и это не очень сложно, да. То есть дальше у вас есть идентичные фронтенды с идентичным сервисом, который дает трафик в интернет. А как их, собственно говоря, как сделать так, чтобы все пользователи не ломали? Ну, как вы знаете, да, вот вы обычный там сайт настраиваете, вы там указываете, что вот этот домен на имя смотрит на такой IP-адрес, да, и у вас там живет сервер. Вот когда у вас становится больше одного сервера, у вас становится больше одного IP-адреса, и вы, как бы, у вас становится проблема, как вам на несколько IP-адресов раскинуть пользовательские запросы. Вот об этом мы сейчас поговорим. То есть это называется балансировкой нагрузки, то есть только равномерно, ну, потому что тут же стоит задача не только раскинуть на ископишек, но и раскинуть их равномерно, чтобы, ну, там, и как-то пропорционально, чтобы все сервера были загружены, ну, там, нужным образом, да, там, пропорционально, да, то есть там сбалансировано. Да, то есть это называется балансировка нагрузки, в английском варианте это называется, там, load balancing, железка, которая этим занимается, там, или программа называется load balancer, ну, все более-менее понятно. Она, собственно, выглядит, условно говоря, так. Вот это пользователи, вот это сервера, а вот здесь какая-то хитрая штука, благодаря которой пользователи попадают в не один сервер, а на несколько. Да, значит, сначала немножко про алгоритмы, которыми делается балансировка. Значит, ну, что можно придумать, да, вообще? Ну, то есть вот у нас есть N серверов, на которые можно пойти, да, то есть, ну, самый тупой вариант случайным образом, то есть кидаем кубик, у нас 10 серверов, одна из 10, один, то есть от 1 до 10 номер сервера. Кинули кубик, посмотрели, пошли на этот сервер. То есть технические детали сейчас не рассматриваем, про них попозже. Ну, в принципе, нормальный алгоритм, вот, ну, то есть как бы управляющий узел, просто каждый раз кидай кубик, раскидывать на машинке. Вот, единственный минус, что там на маленьких нагрузках и тяжелых запросах у вас, грубо говоря, будут не очень равномерно распределяться заявки, то есть они же будут случайным образом, да, то есть иногда может, например, на один сервер долго не приходите, на другой, наоборот, там, две подряд придут, ну, потому что вероятность, она такая, да, то есть есть вероятность, что события будут достаточно близки, а есть наоборот, что дальние, что, ну, как бы вот если заявки большие, длинные и приходят редко, то, в принципе, балансировка будет не очень хорошая, вот. То есть есть другой метод, для которого даже не нужен генерация получения чисел, что тоже, в общем, задача, то есть генерация получения чисел, получить хороший равномер, хорошо распределенный, да, Ну, там есть генераторы, но тем не менее. Это round robin. Round robin — это когда вы сохраняете указатель, какому серверу последний раз вы отдавали запрос. Собственно говоря, в следующий раз вы даете следующему серверу по списку, инкрементируете себе каунтер. И так по списку. То есть у вас всегда запросы идут первый, второй, третий, четвертый, первый, второй, третий, четвертый. Вы как бы всегда раскидываете их просто по циклу. Поэтому называется round robin. То есть циклический алгоритм. Если серверов у вас, сервера у вас, наверное, неоднозначные, какие-то помощнее, какие-то послабее, то есть вариация этого алгоритма, называется взвешенный round robin. Когда вы, ну, там делаете, условно говоря, последовательность. То есть, например, АА, Б, БЦ. То есть у вас сервер А имеет вес в два раза больше, чем Б и Ц. То есть сначала вы делаете два запроса на сервер А, один запрос на сервер Б, один запрос на сервер С. Ну, и потом так же как бы заново. То есть у вас один там сервер встречается в этой цепочке round robin больше одного раза, и, соответственно, таким образом вы балансируете веса. Вот. Ну, вот, в принципе, вот эти три метода, там, ну, соответственно, round robin, рандом тоже может быть взвешенный таким же образом, да, то есть ничего не мешает сделать взвешенный рандом. Вот, там, более-менее вот взвешенный рандом, взвешенный round robin, это основные методы, которые используются в балансировке. Вот. Остальные, они экзотические, про них немножко расскажу, да. То есть, соответственно, тоже есть возможность теоретически, вы можете на балансере понимать, что сервер, на котором меньше всего соединений, он, на ваш взгляд, меньше всего загружен. Соответственно, следующий запрос надо отдать на сервер, который меньше всего соединений, да. Такой метод балансировки будет называться list connections, меньше всего соединений. Вот. А также можно, например, пытаться оценить загрузку сервера по времени ответа, что если, например, последний ответ с этого сервера был там самый маленький из всех остальных серверов, то мы считаем, что сервер самый малонагруженный, и тоже ему следующий запрос отправим ему, пока у него время ответа не возрастет. Ну и там третий вариант из таких тоже. Мы, например, можем пытаться каким-то образом снимать с сервера какую-то метрику, насколько он загружен, и по этой метрике тоже использовать ее для балансировки. Это, в общем, все экзотики. Не работает оно по следующей причине, потому что вот эта вот обратная связь, получаемая от сервера, по которой алгоритм пытается балансироваться, она получается с задержкой, и вы успеете на сервере… То есть пока вы получили от сервера радостный сигнал, что на нем меньше всех соединений, и пока вы получите следующий сигнал, что на нем соединений уже много, вы успеете на него столько накидать запрос, что он уже там сильно перегрузится. Вот. То есть потому… Потому что не все соединения одинаковые, какие-то запросы тяжелые, какие-то легкие, и просто считать по соединениям, скорее всего, не получится. То же самое, собственно, по response time. То есть если у вас вдруг сервер случайно на какой-то легкий запрос ответил быстро, и вы туда сейчас парочку тяжелых запросов закинете, тоже, скорее всего, будет все плохо. Вот. Load-based имеет большую задержку. То есть если вы считаете среднюю загрузку CPU, да, то есть балансер у вас работает там, принимает пакеты там тысячу в секунду запросов, а метрику по загрузке CPU вы получаете там, ну там, не знаю, раз в секунду, да, то есть у вас там задержка… То есть вы успеете закинуть тысячу запросов на машину, которая вот-вот сейчас, которая уже загружена на 100%. Это, в общем, все не работает. То есть это все как бы теоретические построения, они где-то даже упоминаются. Вот. В большом счете все системы строятся так, что используется либо round-robin, либо рандом, ну, как бы они на самом деле вот, когда там запросов не десятки, а там тысячи, они в общем без разницы, какой из них используете. Это одно, ну, может сказать, что одно и то. Оно не влияет, ну, там, практически ни на что. То есть как бы вы строите просто так свои фронтенды, что у вас все заявки более-менее одинаковые, вам не нужно думать, что вот сейчас на этот фронтенд придет одна такая заявка, которая займет этот фронтенд целиком на 100% на 2 минуты, и поэтому на него больше заявок принимать не надо. Вот в этом месте так делать не надо, не стоит. Надо просто делать две группы фронтендов отдельных. Одна обрабатывающие тяжелые заявки, одна обрабатывающие легкие заявки, и балансировать их отдельно. То есть в одном балансере учитывать, ну, там, принципиально разные типы запросов не стоит. Вот это точно совершенно… Вы потратите очень много сил на совершенно бессмысленную работу. Теперь по технологии. Значит, самая простая, с которой даже кто-то из вас может быть знаком, это технология Round Robin DNS. Вы можете в ответе с вашего DNS-сервера ответить на одно доменное имя больше, чем одним IP-адресом. Вы можете выдать два IP-адреса, можете выдать три, четыре и так далее. И тогда тот, кто получает этот ответ, использует алгоритм Round Robin для этого списка. То есть он получил от вас в ответе два IP-адреса, и в следующий раз… А, даже не так. Он получил от вас два IP-адреса в ответе, в следующий раз, когда он перезапросит DNS, он… эти два IP-адреса получит сдвинутые, ну, как бы наоборот, в обратном порядке. То есть клиент каждый раз, когда ваш DNS-сервер отдает DNS-ответ, он сдвигает циклический список IP-адресов на единичку. Таким образом, когда он получает много… То есть он разным клиентам отдает IP-адреса в разном порядке. Ну, сдвигает просто цикл, список на один элемент, один берет снизу, ставит его сверху. Вот. Таким образом, много-много разных клиентов резолвит DNS-адрес. Все же знают, да, как система DNS работает. То есть не надо про это останавливаться, да. То есть на 53-м порту, DP, TCP, да, то есть все это все знают. Вот. То есть какой-то там резолвер приходит на DNS-сервер, он ему отвечает в ответ, что как бы вот первый IP такой, второй IP такой. Клиент берет первый IP-адрес. Следующему клиенту он отвечает, что IP-шник другой. Вот. Таким образом, как бы получается немножко распараллельная, ну, балансировка нагрузки. Вот. Да. Значит, в принципе, вот этот вот сдвиг цикла, он делается как на вашем исходном сервере по циклу, так и на последующих кэширующих DNS-серверах. Ну, то есть чтобы они тоже, в свою очередь, балансировали нагрузку. То есть вы, например, отдали какому-то DNS-серверу крупного провайдера, он у себя это закэшировал, и когда клиент уже спрашивает у него, он тоже их выдает вот таким со сдвигом каждый раз. То есть пытаясь тоже балансировать. Собственно, это поведение описано в RFC 1794, DNS support for load balancing. Вот. То есть это как бы еще там какие-то там, по-моему, 94, не год, по-моему, то есть это еще там до 2000-го года совершенно точно эту технологию добавили в DNS, когда уже как бы load balancing стал актуален. Все достаточно древние технологии, вот до сих пор успешно работает. Вот. Клиенты берут первый адрес из списка, я так говорил. Ну, вообще в DNS, да, еще есть сразу, особенности DNS немножко поговорю, которые нас беспокоят. В DNS вообще есть такое понятие, как TTL. Это time to live DNS записи. То есть это время после... Вот я, например, я скачал запись, положил себе в кэш, и время, через которое она протухнет, надо будет ее перезапросить, это есть TTL, то есть время жизни в кэше. То есть если TTL у нас стоит одна минута, то Resolver, если он пытается обратиться к этому хосту после сечения этой минуты, он обязан перезапросить данные с высостоящего сервера по этой зоне, чтобы ее получить новые данные. Соответственно, в следующий раз он придет, ну, с какой-то вероятностью придет в другом порядке IP-адреса, он будет ходить на другой IP-адрес. Вот. Вот. Соответственно, зачем делать, ну, как бы, как выбирается TTL? То есть если у вас сервер один, больше другого нету, и вы не планируете менять хостинг часто, вот, то, в принципе, вы можете ставить TTL достаточно большой, там, несколько часов, даже дней. Вот так все раньше и делали. Если у вас серверов несколько, и вы их балансируете DNS-ом, то у вас есть риски, да, что вы, один из ваших серверов вдруг, например, сгорит. Ну, так бывает, там, жесткий диск сгорел, там, блок питания, еще что-то, да, и у вас он не работает, да, а вы кому-то клиентам выдали уже, что он в ближайшие сутки ходит на этот IP-адрес, да, то есть у человека, у какого-то отдельно взятого человека целый сайт, сайт будет, ну, день сайт будет недоступен. Это как бы очень грустно, поэтому в таких случаях, как правило, при использовании DNS-балансировки выставляют очень короткий TTL, то есть там либо одна, либо пять, либо десять минут. Вот, таким образом, если вдруг сервер упадет, мы убираем его из DNS-балансировки, ну, не можем быстро его заменить на этом же IP-адресе другим, и там, ну, там, пользователи пострадают там пять минут, и после этого уже перестанут на него ходить. Это на самом деле в теории, на практике это происходит немножко по-другому. Есть провайдеры, которые зачем-то кэшируют по своим каким-то внутренним причинам, кэшируют DNS приблизительно на большее время, то есть говорят, что нет, TTL в одну минуту мы обеспечивать не хотим, нам на это наплевать, мы поставим TTL полчаса на все ответы, которые мы получаем. Вот. Таких, к счастью, немного, и, в принципе, если вы вот так вот выключаете IP-адрес из DNS-балансировки, то где-то там через первые полчаса у вас пропадет там 95-99% трафика, то есть через сутки там почти ничего не останется. Ну, останутся какие-то там доли процентов. Вот. То есть, в принципе, метод более-менее работы, то есть можно исключать машины из DNS-балансинга дня через 3-4, после того, как оттуда свалится самая часть клиентов, которые проведительно закэшировали, в принципе, их можно выключать, если вы там не очень большой, конечно, используете или пострадаете. То есть это можно использовать, например, для планового обслуживания какой-то. То есть вы, например, планово, у вас так получилось, что вы, например, на той площадке, когда вы ставили сервера, у вас физически кончились места. Ну, все как бы купили места, а вам нужно расширять ваш кластер. Вы затеваете переезд на другую площадку, новую, большую, где куча места свободного. Вы переключаете, добавляете, ну, поднимаете новые фронтенды на новой площадке, меняете IP-адреса в DNS-е, ждете, пока со старых IP-фронтендов пропадет трафик, выключаете их, переводите на ту площадку, доставляете их туда уже с новыми IP-шниками и, собственно, радостно переехали. Надо точно, надо всегда помнить, что DNS не пропадает мгновенно. Вы не можете отключить мгновенно DNS, что там вот TTL, одна минута и все, да. У вас всегда будет идти очень большое количество трафика по старому адресу, ну, там, знаете, заметное количество трафика по старому адресу, и уж точно не там, после первой минуты там не сбросится количество трафика, там, все. То есть вы там в течение там получаса первого, да, основная масса, потом еще в течение суток еще какая-то часть. То есть все равно там кэширующих, предъявительно DNS-серов достаточно много. Вот. С DNS-ом еще была такая проблемка забавная, например. Сейчас, по-моему, чуть позже. Значит, какие есть проблемы, да, у DNS? Я же посмотрю, что у меня там достоинство. О, нет, это я потом. Значит, вот этот механизм балансировки, он не обеспечивает хорошую именно балансировки между фронт-эндами. То есть кажется, что оно должно распределяться более-менее равномерно по фронт-эндам. На самом деле происходит следующая вещь. Вот этот ваш вот DNS-аунд-робин, он каким-то образом кэшируется на каком-нибудь провайдере, большом, крупном, типа стрима, принудительно кэшируется IP-адрес вот вашего одного сервера, и все клиенты стрима начинают ломиться на этот ваш фронт-энд. И дисбаланс вот при DNS-балансировке между фронт-эндами может достигать, я вот на нашей системе смотрел, по-моему, перед подготовкой этих лекций осенью, кажется, вот я видел в 5, 10, от 5 до 10 раз. Видел дисбаланс между там, когда в DNS-балансировке там 50 фронт-эндов, то разница между самым маленьким и самым большим может достигать там 10 раз по нагрузке. То есть чем больше фронт-эндов, тем, соответственно, больше разница. То есть больше вариантов, что один конкретный фронт-энд закэшируется в каком-то очень большом провайдере, на чего оно должно долмиться большое количество пользователей. То есть чем больше фронт-эндов, тем сильнее дисбаланс между машинами. И здесь есть такой нюанс, который был введен Windows Vista. Windows Vista хотела вот в этом DNS-ответе решили разработчиков Microsoft, что было бы круто, если бы мы брали, вот когда нам в DNS-е отдают несколько IP-адресов из разных точек мира, мы будем брать тот IP-адрес, который, на наш взгляд, находится ближе всего к пользователю. Вот. И начали брать ближайший. Вот. Соответственно, у вас есть, например, у вас кончилась одна IP-сеть, вы получили вторую IP-сеть в другом диапазоне. У вас эти фронт-эндов стоят на одной площадке, но в разных сетях. Вы добавляете, у вас половина, добавляете новый фронт-энд с новыми IP-адресами, добавляете фронт-энд, у вас осталось фронт-энд со старыми IP-адресами, ну, из разных сетей. И у вас все клиенты Windows Vista ходят на один IP-адрес, который, там, из 20, который вы выдаете, который, на взгляд, Windows Vista кажется самым ближайшим к этому пользователю. Вот. И когда Vista там начал, то есть это было, по-моему, в восьмом, что ли, году, когда Vista появилась. И это выглядело, ну, просто совершенно феерически, когда мы обнаружили, что у нас на один фронт-энд постоянно, как бы, один фронт-энд всегда под нагрузкой. Мы, как бы, вот, и так, и так, как бы убираем с него нагрузку, ну, выключаем это IP из балансировки, и нам сразу же на следующий IP-шник, по номеру там пошло, нам на 0,1. То есть выключаем его из нагрузки, на 0,2 тут же весь трафик переходит. То есть прям вот долбится прямо в один фронт-энд. То есть, как бы, эту Vista искали, там, не знаю, она берет из 20 IP-шников ровно тот, который она считает самый ближайший. Ну, как, высчитывает там, по-моему, битовую разницу, ну, то есть вычитает два IP-шика между собой, смотрит, где меньшая сумма. И по ней, как бы, это отправит весь трафик. То есть, каждый Windows Vista в интернете думает так. Вот. То есть они это починили, они сделали какой-то патч, там, раскатили его, и Windows Vista перестала себя вести. Но в этот момент, собственно, мы, у нас вот эта вот DNS-балансировка сломалась. Потому что у нас, как бы из-за этого бедный несчастный фронтенд с самым маленьким IP-адресом на него шла вся нагрузка, которую, как бы, генерировали клиенты Windows Vista. Их тогда было там 20% пользы интернета. То есть вы не можете балансировать нагрузку между 20 фронтендом, когда 20% пользы идет на один фронтенд. Ну, как бы, ничего не сделаешь. Вот. Про это сейчас подробно расскажу, как с этим бороться. Значит, достоинства, да? Самое главное достоинство DNS-а это простота и дешевизна. То есть настроить DNS-балансировку может каждый из вас, поставив, настроив, прописав в DNS-сервере контроль-то панели там вашего регистратора два IP-адреса. Вот вообще ничего не надо делать. Берете и делаете. Минимально. Собственно, поскольку DNS такой протокол, в котором ответы DNS-сервера кэшируются, то, соответственно, нагрузка на DNS-сервер тоже очень минимальная. То есть, по сравнению с другими методами балансировки, DNS практически не создает никакой нагрузки на балансер. Также очень большой плюс DNS, то, что в DNS нет единой точки отказа, единой точки входа. DNS – это распределенная система. Вы, как минимум, даже когда у вас сервер с DNS-ом, вы обслуживаете сами, DNS стоит на вашем сервере, вы обязаны предоставить системе DNS резервный сервер, который будет отвечать на DNS-запросы, когда ваш главный сервер будет лежать. То есть вы обязаны для того, чтобы вам делегировали домен, вы обязаны предоставить два сервера, находящихся в разных сетях, у разных провайдеров. Вот на требованиях разных провайдеров люди иногда забивают, то есть это не жестко контролируется, но это очень рекомендация. То есть вы просите кого-нибудь, вашего друга, у которого тоже есть DNS-сервер, похостить вашу секундарь-зону где-нибудь в Питере. На всякий случай, если вдруг у вас в Москве тут питание пропадет. Например, то есть вы просите где-нибудь, чтобы вашу зону похостили секундарь-зону, там опять-таки может быть не один резервный сервер, а два, три, четыре и так далее. То есть вы можете сделать 10 серверов, секундарь-зерверов, которые держат реплику вашей главной зоны и, соответственно, хранят последнюю копию до того, как ваш мастер умер. То есть вы не сможете поменять эту зону, пока мастер не оживите, но работать она будет. Ну, минусы… А, ну здесь по достоинству, почему здесь не зашло. Вот. А, ну здесь некоторое добавление отказоустойчивости в DNS. То есть формально по некоторым описаниям, если вы даете два IP-адреса, клиенты имеют право, ну, собственно, если первый IP-адрес не ответил, что-то с ним не то, имеют право переконнектироваться на второй. То есть по идее здесь какая-то дополнительная отказоустойчивость. Если вы даете два IP-адреса, к первому не подключили, значит, это подключится к второму. Вот. На практике это практически не работает. То есть там есть ситуации, в которых клиенты действительно второй адрес пытаются использовать, но, как правило, они делают следующее. Они пытаются приконнектироваться к первому адресу, висят в попытке к нему подключиться в течение пяти минут, потом говорят, что нет, все, что-то подключиться мне не удалось, и на этом останавливаются. То есть они не пытаются сделать хитрый ретрай и попробовать второй IP-адрес. То есть клиенты это не делают. То есть теоретически они это могут, и даже это вроде как не запрещается, и даже там где-то рекомендуется. Но, к сожалению, именно обработать ситуацию, что вот да, это прямо сейчас проблема с этим сервером, надо пойти на другой, как-то вот, ну, то есть клиенты эти не заложены. Самое главное, что в любом случае тайм-аут канате-то он большой. То есть клиент пытается к вам посоединиться, ваш сервер вообще ничего не отвечает за твои IP-адреса, и вот клиент там не пытается через пять секунд подключиться к другому серверу. Он будет ждать там две минуты, пока этот сервер ему, что вдруг что-нибудь не ответит. Ну, про недостатки частично уже рассказал. Значит, поскольку, ну, напомню, да, протокол DNS работает по 53-м порту и имеет работу по двум транспортным протоколам, по UDP и по TCP. Соответственно, по умолчанию он работает по UDP, если у него влазит ответ, DNS-ответ, DNS-запрос в 500-байт. Если больше, то он устанавливает для TCP-соединения, для того, чтобы передать эти данные. Соответственно, в 500-байт ответа мы можем уместить не такое большое количество IP-адресов. Там порядка 30 где-то можно, по-моему, уместить, если там, если посчитать, на всякие заголовки служебные и прочее. И, соответственно, если у вас 300 фронтендов, DNS-ом 300 фронтендов вы балансировать не сможете, потому что вы будете вынуждены передавать информацию по TCP, это будет не очень, ну, там, не очень быстро работать, по UDP, он все-таки быстрее и более привычно. Вот. То есть, например, собственно, есть куча системных администраторов, которые даже не знают, ну, плохо учились в институте, даже не знают о том, что DNS умеет работать по TCP. И Firewall оставляет только UDP 53-й порт. То есть, DNS просто 53-й порту по TCP не сможет передать эти данные, потому что системы администратора забыли прописать Firewall. Такие вот бывают достаточно часто. То есть, помимо того, что, как бы, пакетик будет большой, да, мы упираемся в то, что будет дисбаланс между конкретными фронтендами, у вас дисбаланс возрастает. То есть, когда у вас два фронтенда, между ними более-менее нормально распределяется DNS. Чем больше фронтенда, тем больше вероятность, что на одну конкретную машину пройдется аномально большой трафик. То есть, из 300 серверов у вас, там, на 300 серверов у вас дисбаланс там может быть, не знаю, там, один к ста. Между самой саблославной загруженной машины самый большой. То есть, очень большой дисбаланс. Вот. Про игнорирование CTL сказал на кэширующих серверах, что трафик не пропадет мгновенно, потому что CTL большое количество клиентов игнорирует. Вот. Долгое отключение упавшего сервера. То, что как пользователи, которые закэшируют DNS сервера, который упал, будут на него, у них ваш сайт будет не работать, пока у них не протухнет CTL. Сделать они с этим ничего не смогут. Это достаточно, ну, как печально. Вот. То есть, отключение сервера очень долгое, если вдруг у вас он упал. Невозможен взвешенный раундтропинг. в принципе, мало кому нужно, то есть, когда фронтенды могут держать разную нагрузку, то есть, обычно стараются однотипный фронтенды использовать. Но, то есть, теоретически он возможен, вы можете один IP-адрес подавать два раза в DNS-отвечность, писать IP-адрес один два раза, а второй IP-адрес писать один раз, да, и пытаться балансировать два к одному, но это, как бы, многие клиенты склеивают таких два IP-адреса, то есть, нет, это не прописывается, что это должно поддерживаться. Есть клиенты, которые просто игнорируют два разных IP-адреса, есть, которые склеивают и передают уже дальше последующим резолвером с кэша уже без этого. То есть, это в общем не работает, то есть, не надо использовать свешенный раундтропинг на DNS. Вот, я сразу решил сделать примерчики, чтобы вы просто понимаете, чтобы вы сразу могли это все почувствовать, да, вот есть такая команда host в Unix, да, вот если вы вобьете host mail.ru, вот, пожалуйста, вот это DNS-ответ. Вот это список всех наших для главной страницы, список IP-адресов, куда, ну там, условно говоря, фронтендов, куда пойдут ваши запросы. Вот, это пример, это мы, да, host mail.ru, а вот это пример, собственно говоря, я специально дал для того, чтобы посмотреть, как работает раундтропинг. Это первый ответ. 209, 210, 241, 242 список. Это второй ответ. Обратите внимание, вот 209, 209. Вот отсюда все последовательность такая же. Это как раз вид на транс-тропинг. Это между этими запросами, там, условно говоря, две секунды. На самом деле, между мной и следующей, там, и, то есть, вот эти, между этими запросами еще сходило несколько тысяч других клиентов, которые зареизовывали DNS. Поэтому вот этот цикл, он просто список, он просто по циклу сдвигается. Если бы вы были один клиент, он бы сдвигался у вас на каждый один раз, а так у вас, получается, случайно точку попадаете, потому что там другие клиенты тоже реизовывают. анализы архитектуры другого интернет-проекта. Вот сюда вам обязательно надо посмотреть и хотя бы понять, как вы устроены, то есть банально. Здесь может быть разное количество фронт-энда. это уже информация вам полезна для того, чтобы понимать, как устроен другой проект. Значит, со сдвигом понятно, с количеством, ну, записи, вот номер, вот пример, mail.ru. Я тут несколько разных. Вот пример, например, ВКонтакте, да, тоже, в общем, вот у меня тут, видим, какой-то кэширующий DNS просто по дорожке, поэтому у меня они последовательно пошли. Ну, то же самое, в общем, в Раундроме тоже где-то здесь, там 24 адреса было, здесь 30, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, можно посчитать. Да, то есть, ну, в общем, более-менее почти то же самое. Вот, например, Яндекс. Да, здесь, например, 8 штук. Вот, и при том, чтобы обратить внимание, например, на подсети, то есть, например, ВКонтакте все одна сеть, ну, здесь тоже не одна, вот там 93 есть сеть, немножко кусочек. Вот, у нас там, наверное, тоже одна сеть, ну, потому что сложных, вот, Яндекс, вот там тоже зоопарк, ну, то есть, какое-то количество, будет там 8 айпишников, у Гугла там 10 айпишников, да, то есть, это вот, ну, собственно, если не знаете, как делать, то можно посмотреть, как у других, да, то есть, если у Гугла почему-то 10, то, видимо, у них, так сказать, в супе не дураки сидят, наверное, они знают, почему 10 надо, а не почему не 30, то есть, условно говоря, если не знаете, как правильно, почему правильно, хорошо, ну, копируйте других, не зазорно, так сказать, собирать ошибки на своем опыте, как бы часто бывает неприятнее, вот, да, то есть, если там у китайцев, по-моему, это мудрость, что есть три способа поступать правильно, там, так сказать, простое подражание, там, благородное размышление и горький опыт, вот, как бы опыт, это самый, так сказать, этот, вот этот айпишник, который придет в себе соединение, то есть, это либо уже прямой фронтенд, который дает там контент, либо балансировщик, то есть, вы здесь можете понять количество балансировщиков хотя бы, ну, там, в том или ином виде, грубо говоря, достаточно тяжело, ну, там, то есть, в принципе, можно один айпи адрес внутри уже раскидывать на несколько аппаратных балансировщиков, там, каким-нибудь методом, типа, БГП, там, я про сейчас буду рассказывать, или на следующей лекции не помню, ну, по большому счету, например, в варианте с нами, с Яндексом и ВКонтактом, вот эти айпи адреса, это айпи адреса балансировщиков, то есть, это прям физическая железка, это каждый айпишник отдельная физическая железка, там, или этот компьютер, который с LVS, я про сейчас буду про это рассказывать, или, там, какой-то аппарат на балансировщик, то есть, у Гугла может быть сложнее, то есть, ну, про них вообще ничего не знаю, да, то там, это может быть не было, ну, у ВКонтакта потом заявляется, что это даже не балансировщик на уровне IP, это L7 балансировщик, это Nginx, который проектирует просто по HTP внутрь сети, да, то есть, у них там 30 фронтендов, утверждается, что у них все на грузку держат, ну, потому что у них там есть еще поддомены, то есть, они контент, видео, там, картинки уже на других доменах, то есть, не на VK.com, то есть, вот, PHP у них, вот, типа, весь на VK.com и весь на Nginx, типа, 30 Nginx, у них там в восьмом году было, на которых они, типа, все эти запросы обслуживали, то есть, это были прямо Nginx, а не какие-то IP-балансировщики, вот, но все равно на это можно посмотреть, если тем более проекта мало и среднего вида, то поэтому сразу все понятно, как у них все устроено. Значит, что такое HIT DNS? HIT DNS – это наш отвес Windows Vista, это DNS server, который отвечает одним IP-адресом, но использует при этом алгоритм round-robin, взвешенный round-robin, соответственно, то есть, можно взвешивать сервера, вот, то есть, когда Vista нас так неприятно нагрузила, мы быстренько запатчили повер DNS и научили его читать из мейсквейной базы, ну, как бы, зону из мейсквейной базы данных и с заданными весами случайным образом раздавать IP-шники, то есть, это веб-сервер, который отвечает, один IP-адрес в ответе, всегда один IP-адрес, выбирает его случайным образом, взвешенный по взвешенным коэффициентам, вот, ну, как бы, написать такой веб-сервер, я думаю, ну, DNS, я думаю, любой из вас может, это не сложнее, чем веб-сервер, то есть, любой DNS можете захатчить и сделать из него такой, вот, вроде как, ну, наверняка есть веб-сервера, который такой умеет, из коробки, но, такой стандартный бинт, который идет в поставке, там, на имя. он, по-моему, не умеет. Ну, из плюсов, соответственно, хихи-днс, балансировки по хихи-днс, в таком варианте, вы можете использовать больше, чем, там, 30 фронт-эндов, вы можете использовать, там, 300 тысяч фронт-эндов, у вас нет никаких ограничений, вы можете, поскольку вы отвечаете одним IP-адресом, можете отвечать, неограниченное, ну, обслуживание, неограниченное количество фронт-эндов, используясь в такой балансировке, потому что, ну, отвечать можете два IP-адреса, если хотите, но это ничего не дает, потому что никакого между ними резервирования, по факту, на клиентах нет. для чего еще можно использовать DNS? Его можно использовать для того, чтобы делать геобазит DNS, если у вас, вы такой, крутой такой проект, который в World Wide, и у вас есть дата-центр в разных точках мира, вы можете выдавать на основании IP-адреса клиента, выдавать ему IP-фронт-эндов в дата-центре, который находится к нему ближе всего. Да, то есть так, собственно, то есть совершенно точно делает Google, делает Facebook, ну, то есть все глобальные компании, то есть нам в России это не очень актуально, потому что у нас как и самолет, так и трафик весь через Москву уходит, то есть нам просто нет смысла делать там отдельный кластер в Владивостоке, потому что, в общем, туда пользуясь Новосибирск, поедет через Москву и просто смысла, ну, там, как бы, там особо не выигрывать ни на чем, к сожалению. Ну, там, сейчас, в принципе, уже там более-менее интернет развивается в регионах, уже, наверное, можно небольшие там фронтенды, кэширующие, я про это расскажу, про, а, я, собственно, рассказывал про Point of Presence, да, в прошлой лекции, это как раз вот про это, ну, позапрошлый, то есть, в принципе, да, как бы класть прям со всеми с политическими данными уносить куда-то там регионы России там слишком пользователей мало, а вот там Point of Presence, чтобы интернет побыстрее работал, в принципе, уже можно, то есть, ну, Сиденту, да, нести можно, и как раз вот GeoBased DNS поможет, чтобы Сидент, например, в России делать, чтобы пользователи грузили картинки там с локального кэш-сервера в Новосибирске. Вот это, в принципе, уже пригодится. А, значит, какие проблемы, это, в принципе, вроде кажется идеально, то есть, вы берете IP-адрес, лукавите его по GeoBase, понимаете страну пользователя, город пользователя, где он находится, и вы даете ему самый ближайший сервер. Вот. Какие здесь есть проблемы? Во-первых, GeoBase все очень неточные, то есть, такой GeoBase идеальный, который прям с точностью, там, не знаю, до нескольких километров вблизи, где находится пользователь, не существует, то есть, где-то порядка по нашей GeoBase в России, по-моему, то ли 20, то ли 30 процентов IP-адресов у нас просто привязаны к России, мы не знаем, где они находятся в России вообще. То есть, то ли это Дальний Восток, то ли это Калининград, ну, неизвестно. Вот. Во-вторых, ну, как бы, те, которые мы знаем, они тоже привязаны с ошибкой, то есть, там бывают ошибки. А самое главное, что географическое положение города никак не коррелирует с тем, как этот город подключен к каналами связи к другим городам, к другим узловым точкам. То есть, географика, то есть, польза живет в Новосибирске, а провайдер у него какой-то хитрый, который там из Омска, и этот омский провайдер не пирится с местным локальным, и трафик у него там ходит через там Екатеринбург. Да, и как бы вот это вот по геобазе не поймешь. То есть, ближайшие в терминах по GPS-координатам и ближайших терминах по сети, по связанности сети, это как бы не одно и то же. Следующая проблема, то есть, ну, грубо говоря, когда вы работаете по континентам, вы более-менее попадете, то есть, ну, как бы отличить Америку от Европы по IP-адресу можно практически гарантированно. Отличить Владивосток от Москвы там с вероятностью там 95% нельзя. там, с вероятностью 80% можно, в принципе, тоже, да, улучшить можно качество сервиса, если вы там, но какой-то вероятности будет правильно угадывать, но какой-то количества будет ходить не на тот, то есть, они находятся в Москве, а будет на Владивосток ходить, потому что, геобаза кривая. Вторая проблема с DNS-ом. DNS-сервер, который у вас делает такой геопривязанный ответ к DNS-ом, да, он видит IP-адрес резолвера, а не конечного клиента, то есть, того проксирующего DNS-а, который стоит в цепочке резолверов. Если этот резолвер находится не там, где клиент, соответственно, вы ему выдадите вообще не то. Вот. А это очень актуальная проблема, особенно, например, для Google, который глобальная компания, поэтому они ее решают тем, что создают, сделали отдельный DNS-сервер 8888, там, 8844, DNS-сервер для конечных клиентов, чтобы вы с конечного устройства настроили себе правильный DNS-сервер, чтобы DNS-сервер сразу видел ваш IP-адрес конечного клиента и выдавал на вам правильный кластер, потому что иначе, если вы через резолвер идете, он может выдать не то. То есть, вы пойдете через резолвер, который числится с другой стороной, и у вас там все сломается. Вот. И Google предлагает внести в DNS-запрос IP-адрес клиента. Ну, как бы огрубленный до последнего актета, то есть последние 8 байт занулить, 8 бит занулить, да, то есть первые три актета IP-адреса, чтобы можно было понять, откуда пришел клиент, чтобы выдать ему оптимальный DNS-ответ. То есть сейчас эта проблема не решена, Google ее предлагает поправить в DNS-протоколе просто-напросто, да, но пока, по-моему, статус этой заявки, он такой, ну, не дадим, пока они не приняты, по-моему, и делать не собираются. Вот. Но вот такая проблема есть. Если вы хотите действительно выбирать ближайший клиент в дата-центр, сейчас это сделать достаточно проблематично. Ну, по крайней мере, по DNS. То есть теоретически вы можете взять у него GPS-координаты, да, там, словно говоря, там разрешить в определении локации, сохранить куда-то в кулку, и потом каким-то магическим образом заставить его клиенту, он же в DNS, он же имя вбивает, да, в браузере, так сказать, ну, то есть даже если вы знаете идеально, где пользователь находится, он в браузер вбивает имя, да, и как вы, вот в DNS-запросе его логина от почтового ящика нету, да, то есть вы, допустим, определили, что вот этот пользователь, там, Вася, так сказать, с таким e-mail, он находится вот точно здесь, да, GPS-координаты посмотрели в мобильном приложении, но в DNS вы все равно это ответить не сможете, потому что когда Вася вам в DNS пойдет, вы не знаете, что-то конкретно Вася, им нужно IP-адрес отдать правильный, да, он же адрес-то убивает топ-ит в браузере, да, вот, только если вы в закладке положите, там, дата-центр Russia точка там Google.com, да, только если так, ну, то есть если вы в закладке куда-то, ну, то есть свое локальное приложение, вы можете ходить локальное IP-шн, но когда он в браузер вбивает URL, вы уже не можете ничего с этим сделать, да, то есть такая проблема есть, ну, только что, как бы у него DNS не подмените, локальное на машине поставив приложение, но это как бы уже там за пределами добра и зла, да, или браузер напишите, ну, то есть вот, а если вы там не пишите браузер, не ставите ему сайт, ну, есть, в общем, проблем такие и есть, вот, по DNS, в принципе, все, есть вопросы, я к следующему перейду. По идее, не должен, то есть вот прям так не проверял, но получить вещи не должен, потому что он должен использовать настройки резолвера, установленную в операционной системе, иначе будет какая-то совсем порнография, вот, ну, как бы, ну, учитывая, что в Chrome есть много, несколько спорных решений, то есть, как бы, если вдруг такое обнаружится, в какой-то момент, я не очень сильно удивлюсь, ну, по идее, вот теперь он сейчас не должен, потому что он должен использовать настройки прокси и так далее, ну, то есть, там как бы много, вот, ну, я думаю, что какой-нибудь Chromebook будет настроен вот так вот, то есть, когда это уже аппаратное решение полное, например, там уже может быть, пожалуйста, там уже может быть, да, еще, кстати говоря, сломаются тогда резолвинг локальных адресов внутри офиса, то есть, то, что видно только из офиса локальных этих ответов, поэтому так тоже нельзя делать. Ну, на каком-то мобильном устройстве, в принципе, такое уже, наверное, возможно, хотя, опять-таки, там провайдер, как правило, еще провайдеры всегда DNS принудительно через свой сервер прогоняют HTTP, то есть, там есть механизмы сжатия, например, экзипует весь трафик, то есть, делают, ну, deflate, добавляют, экзипует трафик, который не сжат. То есть, в принципе, провайдеры тоже экономят мобильный трафик, чтобы по каналам связи поменьше ходило, то есть, там, приведительно, на самом деле, все через прокси прогоняют, и DNS могут прогонять через свой локальный кэш, чтобы быстрее работало. Вот, то есть, это все, как бы, тоже возможно. То есть, ну, про мобильный, там вообще все сложно, то есть, там, я был на конференции в Сан-Франциско, там рассказывали как раз про то, как надо разрабатывать мобильный веб, как там будут фронтенд оптимизацию делать, и там все очень неочевидно, там, неочевидно, там, очень сильно зависит все от настроек, оператора сотового, то, с какой у вас будет вот этот IP-соединение поверх GSM-соединения, как оно будет работать. например, если у вас там неактивно одну минуту, его переводят в такой, типа, спящий режим, который деактивируется потом полсекунды, например, а если он ушел там в глубокий спящий режим, то он активируется там пять секунд. Вот, а пока он активен, то у вас, соответственно, задержка, не знаю, 100 миллисекунд. То есть, там будет несколько градаций есть, которые все настраиваются оператором. То есть, там на одном операторе будет одни характеристики, а на другом другие, потому что оборудование по-разному настроить, там очень много тонкостей вот такого типа. На мобильном все очень сложно. Ну, если вы прям по-честному, чтобы хорошо что-то померить, то есть, там, летность, например, вашего сайта на мобильном, там надо, если вы там, с Wi-Fi все более-менее понятно, вот когда вы с GSM проверяете, чтобы оптимально все грузилось, то есть, время рендерных страниц, фронтент оптимизации занимаетесь, там вообще все сложно. То есть, к аппаратной балансировке, значит, когда, значит, ну, проблем ДНС все рассказали, то есть, когда сервер выключаем, собственно, все теряется. Вот. Задержки и ограниченное количество фронтендов, которые там можно положить. Вот. Существует другое решение, так называемое, аппаратной балансировки нагрузки. Аппаратная балансировка, балансировки нагрузки, это железка, которая там стоит кучу денег, выяв, у нее есть один IP-адрес снаружи, она раскидывает запросы на какое-то количество серверов внутри, там, ваших фронтендов. Вот. То есть, вы в ДНС прописываете один IP-адрес, и она отправляет запросы на несколько фронтендов. Вот. Железки такие выпускает много, большое количество фирм. Раньше все использовали решение от Cisco, потому что ничего другого не было. Сейчас Cisco в своей позиции сдает, то есть, его оборудование продолжают делать нормально, но балансировщики у них получаются полная фигня. Вот. Их уже никто там давно не использует. Вот я их для примера перевожу. То есть, например, у нас, когда мы были маленькие и, в общем, не умели там балансировать программы, такие вещи, мы использовали Cisco CSS. Это, в общем, сейчас, на самом деле, по текущим там… А до этого у нас даже была такая штука, как Local Director, в которой процессор Pentium 3 стоял. То есть, такая древняя, ну, прям вообще, то есть, очень древняя, там практически как бы дестопный корпус, который в шасси просто в стойку ставился. Вот. Это прям решение от Cisco было, которое стоило даже какие-то деньги тогда. Вот. Cisco CSS, они вот более-менее у нас использовались нормально. то есть, это железка, которая где-то гигабитный трафик раздавала на фронтенды. То есть, у нас было четыре таких железки на почте, которые раздавали трафик где-то там на 100 фронтендов. То есть, каждый там на 25, по-моему, или они все крестные, по-моему, каждый на 25 были, да. Ну, в принципе, нормальное работающее решение. То есть, ну, как бы вы в DNS пропислить 4 IP-адреса, у вас 4 железки, а они их смотрят на фронтенды. Вот. Все хорошо, кроме цены. То есть, эта штука стоит сильно дороже, чем обычный сервер. А нагрузку держит, на самом деле, такую же. Там, я еще дальше скажу про программу балансировщики. Вот. Из тех, которые более-менее известны назад, ну, вот это как бы все совсем вымерло уже. То есть, Cisco Ace это новое решение, которое более интеллектуальное. То есть, если CSS на L4 на сетевом уровне пакетики на уровне IP, там, продать, перекидывает, то Cisco Ace это типа такое очень современное, там, очень дорогое решение. Там, такой шкафчик, там, такой вот размер, там, модуль. Ну, это очень дорогой модуль там, для дорогого маршрутизатора от Cisco-корневого. Вот. Она глючная. Мы на ней, ее долго тестировали проект, ну, там, на второстепенных проектах. Она перечислить затупляет и, самое главное, дает очень большую задержку. То есть, это L7-балансировщик, он парасит протокол HTP. Ну, то есть, типа, аналог NGINX, только аппаратный. Ну, да, программно-аппаратный. Там, часть программно-часть аппаратная исполняется на всяких программируемых микросхемах. Вот. И большие задержки, глючные, и, в общем, мы от него отказались и начали на программную балансировку переезжать. Вот F5, такая фирма есть, Big IP делает, Big IP решение. Вот они, в принципе, достаточно известны, если в документации на них часто будет надыкаться, что, в принципе, классический вариант такой подхода к построению интернет-систем а-ля Enterprise. Покупаем две Big IP, которые друг друга резервируют, и за ними что-то там строим. То есть, ну, вот с этого, ну, практически, там, даже самый маленький проект начинается с того, что они покупают две железки для балансировки трафика вот такие. Вот. Их сейчас как бы много. Вот я вот честно пытался как-то подобрать какую-то рыночную картину, то есть, даже, понимаете, какие-то market share из каких-то исследованиях. Но вот так четко я не могу сейчас сказать, потому что мы ими не пользуемся, и в России, мне кажется, тоже народ потихоньку, ну, то есть, от этого всего отказывается. И вот так, что прям вот сейчас какой-то рынок, что надо что-то рекомендовать, я так сейчас не могу сказать. То есть, мы от этого очень давно уже ушли. Ну, просто для примера, нашел то, что-то вроде сейчас живое. То есть, вот Citrix в России пытался продавать свой Netscaler, но тоже не видел, потому что они сегодня достаточно дорогие. Вот, в принципе, даже существуют магические балансеры, которые, разумеется, не надо покупать, а которые балансируют DNS. Вот все, что я вам там рассказывал, как это делается, они что-то из этого комбинируют, такую железку, ну, то есть, на самом деле, ставят обычный сервер, в него ставят программу DNS-сервер, который там что-то там с какими-то ручками, и рассказывают всем, что это суперкрутой балансировщик, который там что-то там балансирует. Да, это вот, таких решений просто миллион. Если вы там вобьете в поиски лод-балансер, там таких будет процентов 90. Вот таких вот чувачков, которые там что-то там DNS как-то там подтюнили, сказали, что их DNS вот он вообще, так сказать, там балансит так, что закачаешься. Это продается как аппаратное решение, вот, ну, на полном серьезе, так сказать, таких контор просто очень много. Вот, которые работают на L4, на L7, конечно, серьезнее, вот, они действительно там держат большие нагрузки. Основные достоинства этих балансировщиков, потому что там достаточно гибкая логика, которую можно здесь задавать. То есть там очень много настроек. То есть там защита от DDoS, там и так далее. Там много-много-много всего. Очень много разных вариантов. В частности, например, на таких балансировщиках можно делать, ну, если у вас, ну, я про L4 и L7 буду дальше рассказывать, но, например, вы можете сделать так, чтобы, например, у вас сессия пользователя была привязана к конкретным фронтенду. То есть если у вас пользователь залогинился, он по session ID кидается на один тот же фронтенду. То есть вы, например, у вас на фронтенде какой-то кэш на пользователя, то есть вы немножко быстрее работаете. Или вообще у вас физический фронтенд может работать только сам. Ну, то есть пользователь не может перескать к фронтенду, потому что на фронтенде что-то для него хранится. Номер отачи какие-нибудь. Вот. Ну, то есть если он загрузил отачи, потом этот отач надо отправить в письме, да, то, ну, не знаю, там номер без этого у вас там не будет работать. Вот. Ну, здесь есть программное решение. То есть первое, основное, это проект называется Linux Virtual Server. Вот, он же IPVS, IP Virtual Server. Сайтик у него такой не обновлялся лет пять, по-моему. Ну, и так кажется, проект, то есть еще я когда диплом здесь в Баумаке делал по этому ВСу, он тогда еще выглядел как такой поделка, которую не доделали до конца, но на удивление он работает. То есть магично. То есть его используют практически все, ну, вот у нас в России. То есть на нем живет Яндекс, я знаю, мы на нем живем. И я думаю, что еще большое количество проекта на нем живет. То есть это набор, ну, набор патчей, ну, набор модулей в ядре Linux, он включен в основную ветку, он доступен, его можно включить. Опции, ну, есть некоторое телеуправление этой штукой. Вот она позволяет раскидывать пакетики как раз вот по логике на четвертом уровне, на L4, на сетевом уровне раскидывать пакетики по некоторым разным правилам. То есть, ну, приходит пакетик, мы его, например, раундробиным раскидываем на один из фронтендов, например, по НАТО. Ну, там методы, я сейчас буду рассказывать о балансировке. Вот. Но это очень как бы, это не фаервол, да, то есть там не маршрутизация, а это и другое. То есть помимо того, что у вас на машине на Linux сервере может быть фаервол, может быть маршрутизация настроена, это вот еще одно, один способ обработки пакетов. То есть при счете пакет, если у вас настроен LVS, он будет там куда-то там переброшен. Вот. Соответственно, Nginx про это я рассказывал, да, то есть это программный сервер, который на L7 работает, то есть считывает HTTP запрос, отправляет его на бэкэнд, получает результат, отправляет обратно, да. То есть у вас может стоять один Nginx, а за ним там 100 патчей, да, то есть это как бы тоже балансер. То есть все проекты практически средней величины сейчас используют Nginx как балансировщик, то есть он достаточно хороший. То есть пока вам не нужно балансировать нагрузку между Nginx, который каждый из которых может 10 гигабит отдавать в интернет, да, как бы вам в общем Nginx хватает за глаза как балансировщик, то есть вы в DNS ставите Nginx и дальше из него там раскидываете трафик на Apache и все, в принципе у вас там все хорошо. Вот. Если вдруг вам там надо балансировать там нагрузку между 100 Nginx, каждый из которых десятку может отдавать в интернет, да, тут встает вопрос, что Nginx перед ним уже ничем не поможет, потому что сам он, так сказать, такой же, столько же отдает. Тогда уже вам L7 балансировка уже не поможет. Вам нужно использовать что-то другое. SHP proxy тоже интересное решение. Вот я с ним, к сожалению, ни разу не работал, про него пишут, в принципе, что оно быстрое, хорошее, из плюсов относительно Nginx и LVS. Ну, LVS нет, там в LVS есть, им поудобнее управлять, то есть хапрокси, в нем есть команды, что можно сказать, добавить и исключить сервер сбалансировки просто командами. В Nginx при этом случае надо перепускать сервер, то есть у него это написано в конфиге, и в рантайме дать команду типа Nginx не ходи на тот сервер, ходи, ну, то есть менять конфиг на лету в сервере нельзя, перечитанием конфига, то есть вот так вот быстро там в течение секунды исключить сервер сбалансировки, то есть бэкэнда из Nginx, там нельзя, у него есть автоматический механизм отключения, то есть если там сервер, наверное, на три запроса не ответил, он исключается с балансировки, но вот так вручную, там планово, что-то, ну, менять конфиг не получается на лету, вот, и Perl Ball это то, что написал Брэд Фиттс-Патрик, создатель LiveJournal, для себя, как балансировщик, такой просто на Perle, небольшой L7-балансировщик, то есть там на LiveVente перловый балансировщик, который раскидывает данные на бэкэнды, то есть тоже, в принципе, ну, скорее как пример, что такие штуки люди делали даже для каких-то внутренних целей, ну, использования. Так, значит, балансировка на сетевом уровне, соответственно, бывает она, там, на третьем, четвертом уровне, там по-разному это называют, соответственно, третий уровень в нашем понимании это Ethernet, да, четвертый уровень это IP, то есть, да, то есть, соответственно, сетевой, ой, физический, там, канальный и сетевой. И транспорт, транспорт, по-моему, сейчас, что-то, по-моему. Вот, соответственно, есть три метода, как это можно делать. Значит, первый, самый простой и очевидный метод это Network AdS Translation, да, NAT. То есть, это вот то, как работает, вот тут я про серые IP-адреса уже рассказывал, да, это вот то же самое, только в обратную сторону. Если у нас, когда клиент за NAT-ом, его IP-адрес скрывается, то есть, он входит по интернету с IP-адресом гейтвэя, то когда сервер у нас за NAT-ом, то у нас есть именно IP-адрес, внешний IP-адрес публичный, а запросы этого публичного IP-адреса проходят уже в серую сеть, где как бы сервер обрабатывает эти запросы. Вот, соответственно, при приходе на балансировщик пакета от клиента, там есть source IP клиента, destination IP балансировщика, в пакетике меняется destination IP на IP-сервер внутренней сети, там, ну, то есть, на которой осуществляется балансировка, IP-клиент остается неизменным, и в обратную сторону пакет идет таким же образом. вот, сейчас я покажу, покажу слайдик, а, вот здесь как раз не очень хорошо видно, но о чем не важно, там, как принцип понятен, то есть, как бы пакетик идет в одну сторону и в обратную через балансировщик, балансировщик пакета меняет на каждый пакет, ну, собственно, в обратную сторону, значит, какие здесь, собственно, ну, тут все вроде понятно, да, то есть, это все как бы встроено в LVS, вы можете просто запустить утилиту управления и настроить такую-такую-такую-такую тип балансировки, то есть, сказать, что на такой-то IP-адрес пробрасываете методом NAT, ну, там, поставить три IP-шника и будет между ними балансировка каким-то методом round-robin. Значит, какие плюсы, да, у NAT? NAT это самый универсальный способ, вы можете проксировать так запросы хоть там в другой город, на любой IP-адрес, любой сети, то есть, через NAT вы можете отправлять на любой бэкэнд, то есть, вы никак не ограничены там конфигурацией сети, вот, но это, собственно, единственное достоинство, потому что, во-первых, NAT дает очень большую нагрузку на процессор, потому что он должен все пакетики считывать, разбирать, править в них поля, пересчитывать контрольные суммы и отправлять обратно в сеть, то есть, делать это на гигабитном трафике, программу на CPU достаточно проблематично, вот, а вторая проблема, то, что весь обратный трафик обязан идти через балансер, потому что в противном случае у вас в интернет уйдет внутренний, ну, как и source IP, внутренний адрес этого клиента, а не внешнего сервера, на который клиент изначально обращался, соответственно, тоже, как бы, пакетик просто не дойдет, вот, сам, это самый простой, никогда не используем практически метод, потому что он по нагрузке, то есть, вот, например, нагрузка на mail.ru, на NAT обрабатывать нельзя, ну, то есть, она просто не влезет, то есть, надо слишком много серверов ставить, то есть, балансировщиков надо много достаточно ставить, неэффективно, но плюс оно будет упираться, то есть, если у вас входящие запросы, они маленькие, то трафик, идущий обратно клиенту, он большой, соответственно, то есть, грубо говоря, если у вас там 10, 1 гигабитный апплинк, как еще был там год назад, еще 10 габитных апплинков не было в серверах, да, соответственно, вы были ограничены гигабитом, который могли отдавать обратно через такой метод балансировки, сейчас вы можете десятку, в принципе, поставить, да, раньше, ну, как бы можно было, но очень дорого, то есть, оно только сейчас стало массовым, что можно в этот сервер ставить за те же деньги, соответственно, есть фикс этой схемы, которая учит, ну, там, совмещает достоинства и недостоинства, как бы практически все одни сплошные плюсы делает, значит, вы делаете IP-туннель, то есть, на каждом из серверов, на каждом из бэкендов вы поднимаете тот же самый IP-адрес, который есть на публичной, на балансере, поднимаете его на dummy-интерфейсе, то есть, на таком виртуальном интерфейсе, который ничего не делает, то есть, он делает только то, что, как бы, если машина получит IP-пакет, в котором destination IP равен вот этому IP-шнику, машина подумает, что это ее, то есть, этот пакет, как это означает, есть, потому что у нее есть интерфейс, dummy-интерфейс, который не подключен ни к одному физическому интерфейсу, оттуда невозможно отправить пакет и принять, но машина знает, что у нее этот IP-адрес есть, для этого нужен dummy-интерфейс, на нем поднимается тот же самый IP-шник, что и на балансере, балансер присылает пакет на эту машину неизменным, он просто меняет в Ethernet-фрейме MAC-адрес получателя, то есть, а, нет, 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 сейчас я даже не путаю, не, нет, здесь не так, там по MAC-адресу это другая схема, это следующая, не MAC-адрес, он, в общем, заворачивает IP-пакет без изменений, без считывания заголовков, заворачивает его просто в инкапсуляцию, то есть, в IP-туннель, добавляет дополнительные заголовки, ну, прогоняет его просто по трубе виртуального туннеля, вот, то есть, пакетик не надо пересчитывать, менять поля, и самое главное, в обратную сторону пакетик пойдет неизменно, потому что IP-адрес уже будет source правильный, ну, соответственно, без всех этих минусов. Значит, плюсы, то есть, все равно могут быть по-прежнему в разных физических сетях, производительность хорошая, ну, минус, небольшая дополнительная нагрузка на процессор, сложность, сложность настройки. В принципе, не очень сложно, более-менее, ну, короче, самое простое, самое, ну, самое эффективное решение, которое сейчас можно использовать. Вот. Ну, основная проблема, туннель аккуратно настроить, вот, GVE, чтобы трафик корректно ходил, там, считывался, вот, в принципе, остальное не так страшно. Вот это, собственно, L3 балансировка, то есть, балансировка уже с использованием особенностей Ethernet. Мы получаем IP-адрес на балансер, пакет на балансер. На балансере мы пакет оставляем неизменным, меняем у него только MAC-адрес получателя, чтобы этот пакет отправился сетью Ethernet на другую машину. Ну, собственно, машину, на которую мы отправляем запросы. Вот. Эта машина, в свою очередь, этот пакет полностью получает, но у нее IP-адрес тоже поднят на этом интерфейсе, ну, там, на данной интерфейсе она тоже этот пакет воспринимает, что это ей, отвечает ответ, ответ идет не через балансер, а тоже уходит в интернет. Вот. Ну, эту схему настраивать несколько проще, очень высокая производительность, не надо возиться с инкапсуляцией, минусы сервера должны быть в одной физической сети. То есть, раскидывать так трафик между разными физическими сетями Ethernet, то есть, ну, бруткаст пространства вы не сможете, потому что вам нужно, чтобы Ethernet фреймы могли ходить свободно от любого сервера к любому. Вот. Для того, чтобы… Значит, это методы… А, да, вот эти методы, которые я сейчас писал, три, это самые распространенные, которые используются. Их все как раз умеют балансировщики на уровне L4. То есть, это умеет и LVS, и аппаратный балансировщик. То есть, метод выбирается из особенностей вашей сети. Если у вас физическая… Если все в одной физической сети, вы там отдельным… у вас на отдельном… на отдельных свечах вот это вот соединение между балансерами и фронтендами, вы просто используете директ роутинг и не мучаетесь. То есть, самый простой способ. Если нет, тогда настраивать, собственно, инкомпсуляцию. Ну, и над, если вдруг вы, так сказать, нам с туннелями не справились, то, соответственно, можно на начале делать и нагрузка маленькая. Вот. Все эти железки умеют все это, но со следующими ограничениями. То есть, вот как раз вот CSS, они трафик весь пропускали в краснорабатную сторону через себя. То есть, они как бы… они всегда должны были прописаны быть дефолт роутом для фронтенда. Вот. Ну, естественно, 4 гигабита, мы на них уперли достаточно быстро, их повыкидывали и начали использовать LVS, когда уперли 4 гигабита трафик, который мы отдаем на почтовых фронтендах. Программные аппараты более-менее непонятно, да, программные дешевые, но не очень производительные, то есть, можно упереться в производительность. Аппараты очень дорогие, непредсказуемые, с кучей фич, где-то, ну, то есть, вполне можно их использовать, если деньги позволяют, да, но программные точно дешевле. Покупаете Linux сервер, самая топовая конфигурация, с большим количеством процессором, много памяти, так сказать, куча мощных сидевушек, и все будет он там тянуть, какие-то адские нагрузки. И вот у нас там главная страница, там почта, все балансируется на программных балансировщиках. Все очень хорошо работает. Значит, как мы в этом LVS, то есть, у нас этот сервер, да, LVS, мы там просто, там задается, как в IP-Tables, таблица, что пакетики раскидывать на такие-таки-то машины. Соответственно, вот эта конфигурация, она меняется там скриптом из консоли, ну, там, или руками из консоли. Соответственно, вопрос, как нам добавлять, исключать машину, упавшие машины из балансировки. То есть, сам LVS это делать не умеет. В отличие от аппаратных балансировщиков, где все это настроено из коробки, сам LVS, он просто раздает нагрузку на бэкэнды. Если вдруг у вас, ну, точнее, на фронтенде, если у вас вдруг один фронтенд упал, он будет продолжать слать на него запросы. То есть, для того, чтобы оперативно ловить, что какой-то фронтенд упал, его нужно исключить из формулы балансировки, для этого есть специально отдельный демон, который написан как раз в основном для работы с LVS, называется он keep a live. То есть, он умеет мониторить очень быстро, то есть, если там 100 раз в секунду проверять живость фронтендов, если какой-то фронтенд ложится, он его тут же исключает из балансировки. Вот. Ну, и включает, соответственно, обратно, когда все заработает. Значит, еще у него есть второй вариант использования, то есть, не использование его в качестве управляющего демона к LVS, а демон для попарной или больше взаимного дублирования серверов. Есть такой протокол в RRP, он же Carp, там зависит от того, там одно из этих названий это фирменная цисковская, а второе свободная опустосовная реализация. Вот. Это протокол для как раз сетевого оборудования для серверов, который позволяет им разделять один IP-адрес и переносить IP-адрес между машинами в момент, когда одна из машин ложится. То есть, вы каждому, то есть, настраивается этот Kipalavit, который говорит, то есть, на обоих машинах этот IP-адрес, он как бы висит, то есть, он поднят на даме интерфейсе, на нем, соответственно, ну, как бы так, то есть, он IP-адрес поднят, на него можно забиндиться, то есть, веб-сервер может на него забиндиться и на этом IP-адресе висит и слушает соединение. Но этот IP-адрес не анонсится ARP-ам в Ethernet-сети. То есть, IP-адрес на машине есть, но он не анонсится ARP-ам и сетевое оборудование в Ethernet-сегменте не знает, что на этот MAC-адрес надо этому пакетику, IP, этому серверу отправлять запросы. То есть, он как бы так вот в тихом режиме слушает и, соответственно, эти пакетики не считывает из сети тоже. То есть, игнорирует их, даже то, что он их видит, если они там в общем Ethernet, если это не свитчат окружение, он их все равно игнорирует и не читает, потому что он как бы сейчас не активен. А вот когда там эти два сервера между собой постоянно обмениваются пингами, там несколько раз в секунду, если вдруг один из серверов пропускает там, ну то есть, один сервер, который стоит в резерве, не получает пинга от того сервера, который сейчас этот IP-адрес обслуживает, он у себя, он делает ARP-анонс, анонсирует товарищей, этот IP-адрес я обслуживаю, запросы шлите мне. И начинает обслуживать этот IP-адрес. Когда тот поднимается, там настраиваются перестает на IP-адрес анонсируется, говорит, все, этого IP-адреса у меня нету, анонсирует та машина, и она начинает на нее ют-запросы. Вот. То есть, собственно, можно делать крест-накрест балансировку, вы ставите два фронтенда, прописываете их два в DNS-е, один по карту крест-накрест делаете резервирование по VRRP. Если одна машина ложится, она принимает двойную нагрузку. Вот. То есть, таким образом, вы можете делать комбинацию, например, DNS с VRRP и, например, делать балансировку там на 20 фронтендах, каждый фронтенда попарно связать. Если вдруг у вас фронтенда ложится, то просто берет нагрузку второй. Вот. То есть, в этом схеме, если у вас нет каких-то каскадных отключений питания там по площадкам, то, в общем, как бы достаточно надежная схема, то есть, выгорание одного отдельного сервера, она спасает. То есть, что у вас два сервера в паре выиграет одновременно, ну, практически нулевая. Ну, в этом, так сказать, очень-очень редком случае вы там подождете пять минут, пока DNS там прососется и пользователи там скинуть 90% нагрузки. Ну, в общем, достаточно надежная схема получается. Вот. Ну, про ВРП как раз подробно рассказываем. Я, по-моему, по-моему, отдельного слайда нет. Это вот зря как раз, потому что я про него там потом спрашивал на экзамене в прошлом семестре, как раз по него не отложил у людей, к сожалению, потому что слайда нет, картинки нет, тяжело надо нарисовать вот эту схему. Там с кроссом попробую сделать еще раз. Вот. Очень важная вещь, потому что вот таким способом, то есть, пока у вас просто DNS на фронтенде, вы рискуете очень сильно, что просто с классической перезагрузкой одного фронтенда вы сразу какое-то количество хитов теряете. Если вы его зарезервируете с ними вот по ВРРП, то дальше все у вас более-менее уже нормально. То есть, я даже могу сказать больше, да, вот у нас, например, рекламные фронтенды, то есть, у нас там стоит 60 фронтендов, и они попарно, собственно, резервированы по карпу, на них DNS-балансировка и DNS-ом, и это самое производительное решение, которое мы сейчас знаем на текущий момент. Потому что, если мы поставим балансировщики, то у нас балансировщики будут, ну, сейчас у нас их 60, да, раньше было 10, просто мы там для HTTPS поставили побольше. Вот 10 наших фронтендов это 10 балансировщиков почты. То есть, мы их балансируем бессмысленно. Там каждый фронтенд это по нагрузке балансировщик. То есть, мы там балансировку ставим на два фронтенда. Ну, то есть, совершенно бессмысленно просто. Вот это вот единственная схема, которая работает, когда у нас там, так сказать, фронтенд отдается столько же нагрузки, столько как балансировщик. Вот. Ну, там нет, Значит, проверять способность серверов, да, то есть вот в этом, в KeepLive, может проверять способность сервера, да, ну, то есть и на аппаратных балансировщиках, ну, некоторым количеством способов, вот. Ну, самый простой пингуется, да, принимает соединение на порт, более сложный, проверяя, отвечает на get или head запрос, да, но head запрос вроде уже все там с благотестом освоили, что такая штука бывает, вот. И там еще более продвинутый вариант, когда вы еще делаете запрос на специальный URL, вот про это сейчас расскажу. Да, ну, head, get запрос понятно, что веб, ну, то есть открыт порт, что в принципе веб-сервер запущен, но не проверяет, что веб-сервер живой, отвечает на запрос. Он может быть запущен, но совсем там встал в невмененозном состоянии, надо его исключить из нагрузки. То есть get head на какой-нибудь запрос, он в принципе уже делает, ну, то есть дергает какой-нибудь URL живой, например, главную страницу, проверяет, что она физически отдается, вот. И, соответственно, у вас больше уверенности, что сервер действительно работает. Значит, минус, значит, метода get, да, если у вас главная страница там 100 килобайт, то каждый раз, раз в секунду, там, 10 раз в секунду дергать там 100 килобайт на страницу балансировщика. Ну, не очень удобная балансировщика, потому что ему на такой объем большой размер считать, но, в принципе, скорее всего, они больше что-то справятся с этим вопросом. Вот, ну, и хет они могут дергать, в принципе, при желании. Вот, а вот специальный запрос типа пинка, он может быть нужен, например, в следующей ситуации. У вас на машинке на фронтенде поднято некоторое количество разных сервисов на разных URL, например. То есть, ну, в нашем варианте это стоит Nginx балансирующийся. С ним стоит часть URL кидается на Perlatch, часть кидается на Imagen, это наш самописанный веб-сервер, да. Там, не знаю, часть кидается, ну, там, Nginx проксируется, ну, там, часть еще, может, на что-нибудь кидаются, да. Соответственно, ваша задача, например, на этом фронтенде этот фронтенд перепустить. Вот, если будет у вас балансировщик проверять только адрес, который дает Nginx, когда в момент перепуска Imagen у вас, собственно говоря, какая-то часть запроса будет уходить в молоко, да. Вот, соответственно, у нас использовался такой метод на мире, например. Мы клали специальный скрипт CGI Bingping на фронтендах, который проверял балансировщик. Перед тем, как балансировщик обновлялась ПО, мы этот скрипт CH-модили, чтобы балансировщик перестал его, он может, читать, начинал получать 4 из 4, выкидывал фронтендах нагрузки, мы обновляли программу обеспечения, мы чихмодили файл обратно и включали его обратно в нагрузку. То есть, потому что, в противном случае, вы это никак не сделаете, ну, то есть, вам надо тушить веб-сервер, когда вы тушите веб-сервер, вы там еще какие-то там эти можете, ну, то есть, вам нужно там в 40 последовательности их запускать и так далее. Ну, то есть, в принципе, в этом скрипте вы, опять-таки, можете проверять наличие всех ресурсов, ну, то есть, все-все-все подсистемы. То есть, сразу дергать там все фронтенда, ну, все сервисы, которые у вас запущены, проверять, что они все на фронтенде живые, и отвечать, что да, все хорошо, ну, то есть, в этой пиналке. Вот, все, давайте сделаем перерыв. Значит, есть еще такой интересный метод, который, в принципе, можно предположить, зная, как работает интернет и устроена маршрутизация. Есть такой, вот я там рассказывал, да, про маршрутизацию, про как разные сети узнают, где они находятся, и то, что есть такой протокол BGP, Border Gateway протокол. Вот, это как раз протокол, который говорит, что вот этот IP-адрес, чтобы отправить пакет в этот IP-адрес, надо отправить вот в это соединение, вот по этому, пакет по этому каналу. И вы, в принципе, можете использовать один IP-адрес, который физически находится в разных дата-центрах. Это вам явно не запрещается. Вы можете анонсировать один IP-адрес из нескольких дата-центров, и трафик туда будет идти, соответственно, по тем правилам, по которым вы настроите BGP. В том числе можно сделать это уже как, условно говоря, географически распределенную балансировку, и вы как раз в BGP можете уже балансировать это по конкретным сетям, то есть по связанности сети, а не по каким-то абстрактным IP-адресам, то есть которые привязаны к геобазе, то здесь вы можете уже… Ну, то есть вы точно… Ну, в BGP вы всегда знаете, собственно, каким образом вам пойдет трафик. Вот. Соответственно, там BGP, как выбирается маршрут? Вы анонсируете, что сложность этого маршрута, одного маршрута говорит, что сложность, там, два перескока, один маршрут говорит, что один, там, один перескок. И трафик идет всегда по самому короткому маршруту. Ну, так маршрутизация устроена. Вы там указываете метрику, и маршрут всегда идет по самой короткой метрике, по самому короткому маршруту. Собственно, в BGP вы говорите, что вот этот маршрут для вас корот, ну, то есть вот для данной сети вот этот маршрут, но этот дата-центр будет ближайший, он будет дальним. И клиент будет на один и тот же IP-адрес ходить в ближайший дата-центр. Вот, в принципе, здесь же будет автоматическое резервирование, потому что если вдруг пропадет канал до этого дата-центра, куда должен идти трафик по умолчанию, то, собственно, автоматически попадет следующий дата-центр, то есть там BGP это переключит в течение одной минуты. То есть там, к сожалению, не моментальное переключение, то есть BGP это такой висящий, постоянно живущий демон, который держит постоянно соединение с другими демонами, периодически скачивает таблицу муштизации. То есть это все-таки некоторая задержка. То есть там не real-time, там все-таки какая-то синхронизация хоть и быстрая, но все-таки там такая задержка. Вот таким образом вы можете один IP-адрес обрабатывать на нескольких фута-центрах. Минус может быть такой, что если вдруг у вас где-то есть клиенты, которые, ну там у них метрика для двух дата-центров одинаковая, то есть или вы так сказали, или они где-то у себя так поставили, что они игнорируют ваши метрики, то они будут случайным образом отправлять пакеты из одной TCP-сессии на два разных дата-центра. То есть там син-пакет пойдет в один, а цк-пакет пойдет в другой, и у вас там вся TCP-соединение развалится. То есть это как бы вероятность небольшая, но есть. То есть этот метод, он такой условно работающий, потому что вот такая что-то похожее может с вашим, то есть с вашей балансировкой случиться, если где-то что-то неправильно настроено. Вот. Это достаточно сложно настраивается. Вот. В принципе, при поломке дата-центра, перескок соединений на другой дата-центр, у вас поломаются соединения. Вот. И для того, чтобы всю эту схему поднять, вам нужна своя собственная, ну там, вам выделенная сеть минимум слэш 24, потому что сети более короткие, не участвуют в анонсах по BGP. То есть там BGP, все марсизаторы, я уже говорил, да, что текущий IPv4, он неудобен крайне для маршизации в интернете. Каждый маршизатор должен знать информацию о всех сетях в интернете. И это требует очень много памяти, при том очень-очень быстрой памяти. SRAM, ну я про память буду дальше говорить, то есть память, которая очень-очень быстро имеет доступ. То есть память такая же, как в регистрах, ну там, в кэше процессора. Вот. Запихнуть туда там 24 мегабайта таблицы муштизации всего интернета проблематично. Поэтому большинство системных администраторов ограничивает индексы, маску по сети, по которой туда загружается информация муштизации. То есть меньше слэш 24, там слэш 26, слэш 28 вообще никто в эту таблицу не загружает. То есть многие там работают, там пишут туда слэш 21, слэш 22. То есть, ну, огрубляет, грубо говоря, сеть, муштизирует только по крупным сетям и мелочевку выкидывает. Ну, то есть огрубляем муштизацию. Соответственно, если ваша сеть меньше, чем слэш 24, вам выделено, то вы просто не сможете сделать такой bgp и не каст, потому что ваша сеть просто никто в анонсах не увидит, и это все работать не будет. Ну, в принципе, и все, эту же штуку можно использовать для балансировки внутри дата-центра. То есть, в принципе, можно также один IP-адрес раскидывать на несколько серверов, и они будут, ну, то есть он будет раскидываться ровно-робином, соединение, сессии трекаться будут. То есть, собственно, в рамках дата-центра тоже можно таким образом раскидывать запросы на несколько фронт-эндов. Вот. Основной минус, который здесь будет, это то, что у вас не будет локалити, то есть у вас… сейчас это не так скажу. Здесь будет… при балансировке по DNS у вас один запрос всегда приходит один и тот же фронт-энд в течение минуты, то есть пока живет TTL. Это имеет свой плюс, потому что если вы используете протокол HTTPS, то у вас на этой машине… и используете на этой машине SSL-кэш, то вы там храните активные SSL-сессии на этом фронт-энде, и в течение минуты вы используете SSL-кэш, то есть меньше у вас… быстрее устанавливается SSL-соединение и меньше грузит CPU. Вот. Если у вас каждый раз HTTPS-запрос приходит на разные фронт-энды, у вас, соответственно, будет сильно радикально расти использование CPU там в несколько раз, и время ответа тоже в пару раз возрастет. Вот. То есть вот в варианте с BGP для… если как бы SSL терминируется уже на конечных фронт-эндах, которые балансируются BGP, то это по SSL дает дополнительную задержку. То есть вот какую там зависит, конечно, от вашей программы. Если вы, например, будете использовать Keepalive, то так проблемы будут не такие большие, то есть вы устанавливаете очень часто, ну, очень редко, и для вас это не будет большой проблемы. А если вы очень часто устанавливаете SSL-соединение, то, ну, таким образом вы начнете устанавливать его еще чаще, то есть вместо использования кэша, вот, что не очень как бы удобно. Остальное, в принципе, нормальный метод. Единственное, что там вот этот вот механизм, что если машина пропала из связанности, через сколько секунд будет она отключена, то есть там вот минимальный настройок, который у нас сейчас возможно, это, например, 30 секунд, ну, с рекомендацией в минуту. То есть сделать так, чтобы она там секунду в секунду отключалась нельзя. То есть оно все-таки есть, не имеет некоторую задержку. В принципе, вот таким образом можно. То есть это на всех машинах один IP-адрес, и все осуществляется на уровне балансировки, то есть сетевое оборудование, которое занимается маршетизацией, оно заодно и делает балансировку. Один IP-адрес, он анонсирует несколько машин. За каждой машине, собственно, поднимается небольшой такой демон, который работает по BGP. То есть демон поднят, он анонсирует IP-адрес этой машины. Демон опущен, на эту машину трафика не идет, потому что она не анонсируется по BGP. Вот. Значит, немножко про… подробнее про L7, про L4. Значит, про L4 я рассказывал, как он работает, да. Значит, L7-layer — это вот то, что я рассказывал на первой лекции про Nginx. Это просто программный Proverbs Proxy, то есть HTTP Proxy, парсит протокол, познает заголовки, раскидывает запросы на бэкэнды. Может делать много всего разного. То есть, например, по значению cookie раскидывать пользователей на определенные фронтэнды, то есть по get-параметрам, то есть, ну, может определять, может взять какую-то бизнес-логику балансировки. То есть, например, какую-то часть урлов кидать на один набор бэкэндов, какую-то часть урлов кидать на другой набор бэкэндов. То есть, вы можете уже на уровне балансировщика раскидывать, что долгие запросы вы кидаете на один пул, бэкэндов, например, запросы по поиску, по форуму, быстрые запросы кидаете на другой пул, статику отдаете прям сразу или с балансировщика, или там кидаете. Но это overhead, конечно, если на другую машину прокидывать отдачу статики. Вот лучше сразу же отдавать с балансировщика или выделять отдельный хостнейм и на отдельных фронтэндах это делать. Значит, ну, можно, все возможно, то есть, собственно, метод, то, что я говорил, на L7 уже делать, что сессия будет, ну, одна сессия будет всегда на один фронтэнд приходить и так далее. Вот. Можно там SSL терминировать на фронтэнде, то есть, можно прямо на фронтэнде, чтобы на него, вот на этом вот L7 балансере, можно на нем SSL обрабатывать, а уже на бэкэнды отправлять HTTP запрос, собственно говоря. Ну, то есть, так и надо, собственно, делать, потому что, противосточный, ну, там тяжело SSL проксировать, все равно там ничего нельзя в нем разобрать внутри. Вот. Вот. Непосмысленно. Можно гзипить контент при желании, там, если бэкэнды не умеют гзипить сами, да, например. Ну, там и любая бизнес-логика, которую вы хотите, там все-все-все возможно. Вот. Ну, минус, соответственно, большие использования ресурсов, то есть, вы вынуждены парсить не только TCP пакеты, но еще и HTTP протокол. Вы вынуждены делать копирование всех данных сначала из операционной системы, то есть, ядра, ну, то есть, из режима ядра в режим пользователя, потом обратно в режим ядра, то есть, ну, достаточно большой набор объем данных, которые вы прокачиваете через юзерспейс демон, то есть, в случае LVS этот трафик идет напрямую, например, он просто прокачивается внутри сети, то есть, вы настраиваете, говорите ядру, что и как обрабатываете, а внутри режима ядра обрабатываете данные. Тут вы как бы выносите данные уже в юзерспейсе, тоже сильно дольше, молотите их фактически по байтвы ручками, там, на программе носи, то есть, ну, уже все это, в общем, в сравнении с работой ядра сильно дольше. Вот, а потом копируете все обратно, то есть, фактически вы там данные перекладываете ручками по байтикам, то есть, это не очень быстро. Вот, то есть, CPU кушается много, упираетесь вы, соответственно, в AppStream, так же, как и с балансировкой, там, при NATE, что у вас весь трафик должен пройти через эту машину, то есть, соответственно, вы ограничены там каналом, который вы можете отдать. То есть, ограничения, в общем, тоже есть, по сравнению там с… То есть, прокачать трафик вы можете через L7 меньше, чем вы можете прокачать через балансировку, там, на уровне L4. Вот, но зато очень-очень-очень высокая гибкость. Вот, то есть, вы много решаете проблем сразу за раз. У вас есть резервирование бэкэндов, то есть, оно практически гарантированное. То есть, если вы на одном бэкэнд запрос не отправили, вы отправляете его на другой бэкэнд, он вам отвечает. То есть, вот, как бы вы полностью уже здесь контролируете ситуацию. То есть, как бы, если в случае IP, сначала у вас фронтенд, бэкэнд падает, потом вы замечаете какую-то задержку, что он упал, и вы исключаете его с балансировки, какое-то количество запросов у вас успевает, как бы испортится, то в L7 у вас прям все рок-солид. Если фронтенд, бэкэнд падает в процессе выработки запроса на середине, просто наоборот балансировщикам отправят запрос еще раз. Ну, точнее, другому фронтенду уже еще раз. То есть, вы вообще ничего не теряете. То есть, там вот, хоть там можно там провод топором перерубить, так сказать, вы все равно запрос-то не потеряете. Inginx заново запрос перепошлет, другой бэкэнд на него ответит, ответит клиенту. Никто ничего не заметит, что у вас где-то что-то упало. Очень-очень равномерное распределение нагрузок. Ну, в принципе, для L4 тоже характерно более-менее. Но вот на L7 балансировке там графики будут совпадать прям там до доли процента. То есть, реально, ну, если там запросы простые все, или там бэкэнды не затупливают, то будет прям идеальное совпадение всех графиков, всем идеальная балансировка. Помимо этого, да, я уже говорил, что баланс такой вот реверс-прокси на уровне L7-1 автоматически решает проблему медленных клиентов для блокирующих серверов. То есть, он для вас обеспечивает синхронную обработку медленных клиентов. Ну, и так, все-все-все-все, что вы хотите. Там можно настроить конфиги, чать бизнес-логики-то написать и так далее. То есть, например, если входить сначала при использовании там какого-нибудь memcache, то вы сначала входите в memcache, проверяете наличие кэшерной страницы. Если она есть, показываетесь в memcache, если нет, то тогда идете на бэкэн. То есть, например, кэшируйте главное, чтобы у вас все побыстрее, чтобы у вас она не тормозила, не тормозила, не создавала нагрузку на бэкэнду. То есть, очень-очень там много всяких решений, кэширования и так далее. Все как бы все есть. Единственные минусы как бы производительность. Значит, еще есть какое-то количество методов, которые можно тоже назвать там методами балансировки, вот, которые, ну, это некоторых хаков и трюков, которые позволяют решить нашу, собственно, задачу, не там или равномерно распределить, или сэкономить там на балансировщике. То есть, не ставить балансировщика как-то так без него, чтобы ничего, ну, то есть, ничего не покупать дополнительного. Вот. Есть такой метод балансировки, как, там, редиректы. Вы можете, я вот помните, вам рассказывал про пиксели, ну, про то, что можно выдавать редирект, да, там, и какой-то трафик куда-то отправлять, который там левый. Значит, вы также можете редиректы вывод балансить. Пользитель набивает www.mail.ru, вы его редиректите, например, куда-нибудь на msk.mail.ru, прям вы даете ему просто location, 302 redirect. Location равно, там, location двоеточие, и адрес, куда перейти. Таким образом, ваш балансер, ну, практически трафика не отдает, он отдает только заголовки с редиректом. Ну, количество хитов он там делает какое-то определенное. Редиректы, 302 redirect не кэшируются, то есть, балансер на них на каждый хит должен отвечать. 301 кэшируются, то есть, в один раз отдали редиректы. Ну, современный браузер, наконец, научились кэшировать 301 redirect, мы перманентли. И ваш, тогда еще они закэшируют, и тогда вообще ваш редиректор долбить не будет. То есть, вы можете прям взять и отправить пользователя просто тупо на другой сервер, на другой сайт, когда он вводит ваш урул. Например, это если вот type-in, да, то есть, если… Ну, тут как бы есть минусы, да, если это вот точка входа, как вот имя сайта, да, то есть, так, в принципе, кстати, в какие-то времена делали. То есть, было такое понятие, как зеркало сайта. То есть, когда интернет был медленный, и между континентами трафик ходил со скоростями, там, несколько мегабит, там, связанных между Европой и Америкой, делали следующее. То есть, создавали один и тот же сайтик, просто ночью r-sync перегоняли. Ну, r-sync, наверное, знают, да, все, как у тебя работает. Изменения доносят, делают так, что две папки были синхронизированы одинаково между двумя серверами. Вот, вы просто берете, ночью запускаете скрипт, который доносит все изменившиеся файлы, все изменения дельты доносят до вашего сервера. И у вас два зеркала, одно в Европе, одно в США. Вы вводите адрес сервера, вас тут же редиректят на это зеркало, все ссылки относительные на сайте, неважно от домена, у вас все ссылки продолжают работать, на каком бы домене сайт не находился. Вот, и вы по этому зеркалу дальше ходите, там, скачиваете какой-нибудь пакетики Linux'а свои, оно, так сказать, ужасно, вот. И вот так все как-то интернет так дальше раньше и работал. То есть были зеркала, то есть вы там, попав на правильное зеркало свое рядом, родное, оно быстро работало, с него быстро все скачивалось, ну вот прям вот это реально использовалось, когда-то давно, то есть вы вбивали основной URL, вас редиректило на локальную копию, то есть с другим доменом, и вы дальше внутри этого сайта ходили, и могли, собственно, в закладочки тоже себе положить. Вот, сейчас так никто не делает, сейчас считает, что вы вбиваете в Facebook'ком, да, и у вас вот в Facebook'ком он должен быть всегда, то есть никакой там фигни не должно быть в доменах. Вот, да, ну просто так красиво, то есть иначе вы там в закладку что-то нету добавляете, ссылки неудобно давать и прочее, да, то есть зеркал уже отказали, зеркал больше нет, но как бы идея такая была когда-то давно. Вот, но редирект-бэйзит-балансит бжив, его можно использовать в каких-нибудь хитрых местах, например, у вас есть видео, у вас есть видеоплеер, вы дергаете какой-то URL, который у вас, по которому у вас лежит видео, то есть на какой-то backend, где у вас видеоролики лежат, вот, а тут, а там вы пишете логику, которая смотрит, откуда пользователь, есть ли у меня этот ролик или нет, и где этот ролик есть, и вы даете редирект уже на конкретную физическую машину, вплоть до IP-адреса, то есть или до домена, или IP-адрес, что вот, слушай, у меня этот ролик нету, и ты вообще, слушай, не из Казахстана, а я в казахский просе, а сходи-ка ты вот из России, сходи-ка на российский прокси, вот тебе редирект. То есть поскольку мы это делаем запрос только в момент начала проигрывания видео, а потом его в этом соединении скачиваем, на самом деле будет там редирект, или не будет, потратили ему лишние там 100 миллисекунд задержки на этот редирект, вообще никого не волнует, то мы можем как бы упростить сильно себе логику, то есть мы можем не мучиться там в момент отрисовки плеера решать, с какого сервера нам надо качать, а мы просто выдаем какую-то ссылку, которая говорит, слушай, которая диспетчер, который говорит, что я знаю, где ролики лежат, вы даете ссылочку на такой URL, он говорит, что уходи туда, вы даете редирект, вы идете по редиректу, ну, заодно считаете какую-нибудь статистику, например, и оттуда уже качается ролик, вот, то есть вы можете балансировать на этапе, вот когда к вам приходит запрос, вы можете просто выдавать ему редирект, полете или просто сделать повторный запрос, он уже из другого места, то есть вот этот вот метод его можно использовать там, где он имеет применимость, то есть он, соответственно, тоже чрезвычайно дешев, ну, там, то есть вам не нужно что-то, ну, то есть просто проксировать номер видео, гигабиты, да, совершенно бессмысленно, проще редирект выведать, да, то есть если вам пришли, вы знаете, что вы это видео отдать можете, можно сходить оттуда его проксировать, Но это дорого. Вы проще редирект выйдете, и он скачает оттуда напрямую, быстрее будет. Особенно, если вы в данной схеме не ближайшая точка, то есть, когда через вас удлинится путь сетевая, по которому будет трафик идти, то есть редирект — хороший способ его можно использовать. Но не для всех мест его, к сожалению, можно использовать. Как бы его основной минус, он дешевый достаточно, ДНС, конечно, дешевле, имеет единую точку отказа. Если ваш редирект умирает, то, соответственно, ничего не работает. То есть только если вы не поставите несколько редиректоров и между собой их не забалансируете. То есть сам по себе редиректор — это одна точка входа. То есть по сравнению с ДНС, который сразу раскидывает на несколько, то тут или там каким-нибудь балансировщиком. В принципе, забалансировщик, кстати, та же самая проблема. То есть любой аппаратный балансировщик — это одна точка входа. То есть если он у вас один, сгорел — все, больше ничего не будет. А поскольку балансировщики вот эти, ну и вообще поставка железа в Россию — такой процесс очень специфичный, то есть если, например, у ЦИСКа вы платите на 30% дороже за железку, и она за счет этого вам дается такая гарантия, когда вам эта железка меняет в течение часа, если она сгорает. В России это как бы работает только формально. Вы как бы звоните в ЦИСК, говорите, железка сгорела. Он говорит, окей, а на складе нету. То есть денег вы заплатили, как бы железки нету, поменять ее никто не будет. Вот. И все. И как бы вы там нафиг никому не нужны со своими проблемами. Поэтому если у вас один балансер, то он не балансер, как с Жигулями, так сказать. Вот если один автомобиль Жигули, он ничего не стоит, пока нет второго, с которого можно запчасть снять. С балансером можно считать, что это то же самое. То есть он как бы один по себе, ценности не имеет никакой, потому что если он у вас один и сгорел, то, собственно, дальше вы можете сворачивать лавочку, как бы вешать табличку, так сказать, и уходить. Поэтому надо их как минимум два, которые находятся в резерве, то есть способны держать нагрузку. То есть когда вы один выключаете, например, леноплановое обслуживание или еще, и у вас на одном живете. То есть в любом случае должно быть у вас резервирование, балансировки. То есть они опять-таки могут по РРП резервироваться между собой, пожалуйста. Вот. Ну или IP-адрес можно перенести. В принципе, да, есть метод такой быстрый, как бы там, который требует просто человеческого вмешательства, и IP-адрес можно перенести вручную. То есть вы просто берете тем же самым IP-адрес, и поднимаете другой сервер, да, ну то есть там с балансером, да. То есть в РРП это делают автоматом, вы там с задержками там несколько минут можете вбежать на сервер, так сказать, быстренько поставить IP-шничек, а он в этой же Ethernet-сети тут же начнет получать трафик на IP-адрес, да. Ну это такое ручное вмешательство, то есть для тех что там у DNS это как бы делается. Вот. Ну это опять-таки, да, к вопросу, почему не надо использовать аппаратный балансер в России, да, например. Потому что, как бы, вам может его и привезут, но по гарантии вы его уже не поменяете никогда в жизни. То есть вот как бы вам надо просто покупать свой запас этих балансеров, чтобы у вас все было хорошо. И купить второе, что такое будет проблематично. Значит, вы можете еще делать всякие хитрые трюки, например, делать балансировку в приложении. Допустим, ваше приложение знает набор ваших бэкэндов, их характеристики, там веса, например, если взвешенный, там раунд-робин, и вы можете просто не делать, не отправлять трафик весь через единую точку, через балансировщик, а прямо с самого приложения говорить, что сходи ко мне на бэкэнд-1, на бэкэнд-2, на бэкэнд-3. То есть это, например, классический вариант использования этого дела, например, это вот, например, ВКонтакте, если посмотрите, там все фоточки, все видео хранятся на таких странных именах, CS, что-то там, .fvk.com. То есть у них есть отдельные как бы сервера, которые вот с контентом, и когда приложение гирит страницу, оно знает, какой контент на каком сервере лежит, и выдает просто ссылку на конкретный сервер сразу. То есть зачем прогонять все запросы через балансеры, когда мы точно знаем, где контент лежит, на каких серверах он есть, и мы просто выдаем сразу ссылки на эти сервера. То есть даже если мы сейчас не делаем балансировку, все равно мы можем не прогонять трафик через балансер, а просто идти напрямую, да? Вот. Если мы трафик делаем балансировку, например, у нас есть 10 серверов, которые делают одно и то же, мы можем тоже не прогонять весь трафик через бутылочный голос через балансер, а в самом приложении выдавать ссылки случайно образом на один из десяти источников. То есть, например, у нас так сделаны были долгое время оттачи в почте. То есть, собственно говоря, когда у нас кончились 4 CSS, которые 4 гигабита отдают в интернет, они вот уже кончились, как бы такие уже не производят, ну там вообще их можно еще было купить. Вот. Но как бы долго и хлопотно. А как бы трафик, мы как бы упремся в потолок, трафик уже там через неделю, да? То мы сделали следующее. Мы просто посмотрели, что у нас больше 30% трафика внутри вот того апстрима, который мы 4 гигабита прокачиваем обратно через железки. Атачи. Мы просто их унесли из перловых фронтендов, унесли на отдельные, ну на отдельный фронтенды унесли, на отдельный набор фронтендов, переписали там на CISO, чтобы побыстрее работало, то есть, чтобы не перлячка отдавала, а IMAGEN. И эти машины начали балансировать программно, просто-напросто прописали в конфиге перлячки, что случайным образом выбирай цифру от 1 до 10, дергай URL, там AF1, mail.ru, AF2, mail.ru, AF3, mail.ru. Случайным образом просто выбирай один из фронтендов от Атачевых. Атачевые фронтенды – это уже отдельные машины, на которые уже трафик идет напрямую и напрямую уходит, то есть, без балансера. Таким образом, скинули там 30% нагрузки с балансеров. Вот. Например, да, то есть, ну, какое-то совсем простое решение, и вам здесь балансеру не нужно. Зачем вам балансировать трафик тачки, которые в сумме там отдают 2 гигабита? Ну, как бы, зачем вам это прогонять через балансер, когда вы в программе и так знаете, там, живые эти фронтенды неживые и можете прямо из программы просто выдавать правильные ссылки случайным образом, там, ну, с нужными весами. То есть, вам никто не мешает балансировать, то есть, когда вы, то есть, когда это не точка входа, куда пользователь вводит, когда он не URL вбивает в браузер, а когда вы сами эту ссылку генерируете, вы можете сразу делать, ну, то есть, выдавать балансировку в то же самое видео, да, вы можете, как бы, в программке считать быстренько характеристики, то есть, загруженности бэкэндов, которые стримят видео, и выдавать там наименее ссылку на наименее загруженный бэкэнд там, ну, или как-то веса там, ну, то есть, можете сразу выдавать ссылку на конкретный сервер, который отдает видео, если сервер недоступен, вывоз программы, на нее перестаете выдавать ссылки. То есть поскольку ссылку вы даете в момент нажатия на кнопку «посмотреть видео», то в общем какая разница? И даже если у вас упадет в момент сервер, вы скажете пользователю «Ой, опс, произошла ошибка, нажмите на кнопочку еще раз». Он нажмет еще раз, и все заиграет. Ну или сами Аяксом поймете, что запрос не прошел, дернете еще раз, тоже сам запрос, ну или не знаю, перевыберите сервер, то есть делаете какое-то там действие. Ну то есть как бы тоже программная балансировка, ну это даже вот уже, это в принципе и про клиент-бейзи тоже балансировка, да, то есть вы можете прям, ну это вот было, когда вы спирлячки-то выбираете, да, клиент-бейзи балансировка, вы можете в JavaScript выгрузить, в JavaScript выгрузить список бэкэндов, которые можно дергать, и уже, так сказать, из JavaScript просто, ну к функции внутри JavaScript, то есть в Аякс-приложении, которое не перегружает страницу, просто дергать разные бэкэнды. Ну то есть тоже раунд-робином, раскидывая нагрузку на разные машины, то есть тоже возможно. Единственный минус, да, соответственно, если вы исключаете машинку из, ну какая-то машинка у вас умирает, да, тот JavaScript об этом не узнает, ну пока вы страницу не перезагружаете, да, то есть ну здесь трейдов он везде ездит, да, то есть идеального решения никогда не бывает нигде, то есть тем более там в таких сложных системах, это там масштабируемых, да, то есть всегда как бы у нас есть какие-то методы, которые работают хуже, которые лучше, и у нас всегда выбирать метод под конкретную задачу, то есть вот для вашей конкретной задачи нужно выбирать метод, который кажется вам оптимальным, то есть они все разные, как бы со всеми своими плюсами и минусами, вот. Ну вот еще у меня тут, ну, оказывается, соответственно, можно обеспечить, да, там, передергивая, ну если в один сервер сходили, он лежит, то можно сходить в другой сервер, тоже ничто не мешает, ну то есть делаем повторный запрос, в другой сервер, просто какая-то задержка добавляется, вот. Минус, да, я говорил уже, наверное, про вопрос domain policy на frontend оптимизации, да, по умолчанию AJAX запросы можно делать только на тот же домен, с который загружен контент, да, соответственно, если вы хотите сделать именно AJAX запрос на N серверов, то это не работает, поскольку вы можете отправить только на тот же самый домен, то есть, да, здесь вы вынуждены использовать метод JSONP, когда вы дергаете скрипт из РЦ, вот, а он уже, ну, как бы вам приезжает скрипт, который вызывает callback, ну то есть вы фактически поставляете страницу скрипта из того, чтобы сделать красивый AJAX, который вот по всем правилам, вот. Поэтому, как бы, когда у вас, собственно, в функционале сайта размазано несколько разных поддоменов, потому что вы разные функции разносите поддоменов, вас AJAX уже перестает работать, потому что там с проекта Newsmail.ru вы не можете сходить в почту, а вам нужно там веб-агент показать, и все, вы как бы вынуждены использовать некрасивый AJAX, а JSONP и всякие там сотоварищи, там, типа, через флешку сокет открывать, был такой метод когда-то. Так, значит, дальше, да, что, собственно говоря, ну, там, следующий логичный шаг, то, про что я, собственно, хотел рассказать, то, как делают, собственно, большие проекты, ну, просто вот я рекомендую походить вам, да, посмотреть, как по доменам распределены разные ресурсы на проекты, вы обнаружите, что у всех там немножко по-разному, но в целом прослеживаются общие идеи, что у нас вот есть страничка, которая дает динамичный контент, вот основную страницу HTML, да, это вот там страничка динамики, там, условно говоря, все она там как-то там может быть где-то кэшируется, это одни машины, картинки лежат на другой машине, да, то есть если вы, например, начинаете как-нибудь видео смотреть, она лежит на третьей машине, то есть все как бы, все-все-все разбивается по функциям, вы разные функционалы раскидываете по разным-разным подсистемам, то есть вы не пытаетесь все сделать через одну точку входа и видео, раздавайте страничку и статику, и картинки, да, все раскидываете по-разному подсистему, у вас каждая система контролируемая, то есть То есть вы понимаете, что с ним происходит, потому что у нее отдельные метрики, у нее отдельные типы запросов, вы там смотрите общие метрики, ну то есть, не знаю, там для, например, просто кардинальная будет разница, отдача маленькой статики, всяких там статических картинок по 20 килобайт, по 10 килобайт для верстки и отдача видео в 2-гигабайтных стримах. То есть это совершенно разный паттерн, нужны разные тюнинги операционной системы, то есть на разные вещи надо смотреть, что у вас все хорошо. Ну то есть, потому что там картинки, например, все влазят в кэш, я про это буду говорить, да, фактически серверах отдается из оперативной памяти, а с видео там наоборот история, потому что он в кэш как раз не влазит, если у вас там слишком много конкурирующих видео, параллельно играющих с диск, то вы начинаете не успевать, потому что у вас диск случайно образ начинает ходить между этим видео, производительность падает, так сказать, и там все становится плохо. Вот, совершенно разные вещи, и поэтому вот все стараются балансировать нагрузку по разным типам серверов, и дальше в каждой отдельной группе следят за производительностью, добавляют сервера такого типа. Потому что там разные настройки в них нужны, и аппаратный конфигуратор часто отличается. Вот, и, собственно, вот как бы очень хороший метод балансировки нагрузки, то есть даже безотносительно того, что внутри каждого сегмента вот этого, можно сделать, вот использовать любой из этих методов, да, можно даже не делать этого, а просто тупо порезать сайт на кусочек. То есть форум, ну, обычно там самая тормозная вещь на сайтах, которая бывает, это форум, да, таких классических, если у нас сайт со статьями, статьи, как бы они, в принципе, их можно кэшировать в МКШ, там просто, ну, статика на диск положили, отдаем там, там, не знаю, баннеры, джаваскрипт, там вставляем, картинки ставим, ну, все статика, а форум, вот он динамический, форум тормозит. Соответственно, форум можем унести на отдельный домен, назовем его форум mysite.ru, да, форум у нас на отдельном домене, если форум, это, как бы, считаем, что это не самый основной функционал сайта, то, как бы, ну, потормозит, ляжет, ничего страшного, статьи прочитать можно, да, там роботы придут, форум положат, ну, и фиг с ним, вот, и так дальше можно, ну, там, статику унести, чтобы, как бы, на другой сервер, чтобы в канал не упираться и так далее. То есть можно очень много всего сделать даже без создания вот этого набора идентичных фронтендов определенного типа, то есть даже можно сделать по одному, просто разбив по типам. То есть форум туда, картинки сюда, видео у нас третий хост, так сказать, раскидав их по разным хостнеймам, ну, то есть по разным IP-адресам, в общем, мы более-менее можем даже без уже внутри каждой группы, без создания набора идентичных машин, балансировки, нагрузки между ними, тоже можем что-то уже сделать такое полезное. То есть просто разбить сайт, это вот, собственно, то, как и формируется эта архитектура, то есть мы там решили, что все, картинки у нас на отдельном домене, придумали место, как у нас туда кладутся картинки, все ссылки прописаны на другой домен, на другой сервер, дальше живем в ситуации, когда у нас, как бы, уже в сайте есть какое-то уже там масштабирование и так далее. Ну, собственно, там минусы, да, сложность администрирования возрастает, так у нас была одна папочка с файликом, мы ее, как бы, вот, из торгового, ну, там, архивщика распаковали, положили в корень веб-сервере на хостинге, и у нас, как бы, сайт работает, да, то есть, ну, когда вот мы такое делаем, у нас уже не работает ничего так, у нас уже хостинг уже такой, там, пойди настрой там, пойди настрой здесь, ссылочки еще не забудь, чтобы нигде там битых ссылок не образовалось и так далее. То есть, это все усложняется администрирование, да, оно производится тоже при этом повышается, вот. Ну, и, собственно, при таком разделении, когда вы там форум сюда, там, картинки сюда, на функциональный делимый кусок сайта наткнуться достаточно легко. То есть, вот, все, у нас там форум основной функционал, полиции нужен форум, он живет в базе данных, баз данных на кусочки не режется в реальном способе, то есть, надо править код форума, разнести его по кусочкам, разделить его дальше нельзя, да, то есть, мы наткнулись на кусок, который не делится, да. Все, что делится, можно делить, ну, собственно, вот. Собственно, спасибо за внимание.